Значит, в общественный совет обращалось много людей с массой вопросов. Эти вопросы мы изложили в письме, когда обратились в патрульную полицию, для того, чтобы представители патрульной полиции могли подготовиться и ответить. Также, если у кого-то еще по ходу будут вопросы, можно будет задать. Значит, я предлагаю организовать нашу работу следующим образом. Значит, представители полиции сейчас нам представятся, кто они. Значит, потом мы даем слово, ответить возможности им на наши вопросы. Потом, может, они хотят нам что-то сказать, сообщить, с какой-то информацией, может, им надо поделиться с нами, мы их выслушиваем. Значит, если по ходу выступления товарищи, у вас будут к ним какие-то вопросы, большая просьба, никого не перебиваем, пишите себе на листочки, у кого нет листочка, попросите. Значит, когда люди закончат свой разговор, тогда будем задавать вопросы. И прения в конце. Значит, чтобы не устраивали балаган, чтобы у нас это было продуктивно и спокойно. Такая просьба. Если у кого-то что-то наболело, все в спокойной форме. И, значит, товарищи у нас сидят в центре, но модератор я. Поэтому, пожалуйста, слушаем меня, чтобы у нас не было тут никаких склок. Ну, все, на этой радостной ноте. И еще бы я хотела, если можно, когда вы представитесь, чтобы представились люди по кругу, чтобы понимали, кто присутствует. Всем еще раз здравствуйте. Я заместитель начальника управления подковной полиции в городе Северодонецке и Лисичанске и Рубежном. Зовут меня Артур. Примилия моя Красюн. Как мамилия, извините? Красюн. Звание Садан полиции. Отчество назовите, пожалуйста. Викторович. Ну, надо начнем по регламенту, который мы предложили. Я предлагаю по вопросам пройти. Значит, по вопросам сразу же, прошу прощения, ответы в письменном виде находятся на стадии подготовки. Будут подготовлены, я думаю, в течение двух дней. Нам обязательно либо отправим, либо привезем непосредственно. Потому что у нас сейчас на самом деле очень сложно. Мы подождем. Но нам они важны, мы подождем. Сделаем. Обязательно. Значит, то, что касается по первому вопросу. Действия водителя перед блокпостом. Выполнить требования знака проезд без остановки. Запрещено двигаться дальше. Стоять и ждать командующего экоформы. Ну, здесь как бы я не могу ответить, потому что мы не стоим на блокпостах. Мы не занимаемся блокпостами. Это не наша компетенция по этому вопросу. То есть, если установлен знак, знак установлен правильно. Водители обязаны, согласно правилам движения, саду выбрать знаки. Что дальше, с блокпостом. Это уже непосредственно касается порядка зоны АТО. Так как мы не являемся потурами полиции. То есть, мы не являемся участниками АТО. То есть, мы не действуем согласно этому закону. Дальше. Действия граждан, когда подошедший полицейский или полицейский в грубой форме пугают карами за нарушение, которое он якобы совершил, к примеру, за переход улицы в неположенном месте, нахождение в публичном месте с открытой бутылкой прохладительного напитка. Сразу хочу заметить то, что у полицейских нет никакого мотива просто так подходить гражданам, и что-то, и в чем-то кого-то обвинять. Потому что, если раньше, мы все граждане этой страны, мы все понимаем, какие были мотивы для того, чтобы человеку, скажем так, подойти и что-то ему уменять, то, что он не совершал, то на сегодняшний день у патрульных полицейских таких мотивов нет. Потому что показатели никто не ставит за вынесенные национальные постановления, выписанные протоколы, никаких премий и ничего не предусмотрено. То есть все получают фиксированную заработную плату, есть определенный порядок депремиирования-премиирования личного состава, но здесь мы обращаем внимание именно на поведение инспекторов, при общении с гражданами, решении конфликтов, как они себя ведут, какое отношение у них к службе, то есть и делаем непосредственно то, если у них замечание за каждый месяц, то есть есть отдел конференции, который занимается контролем работы на линии, и делаются определенные выводы. Поэтому мотивов, чтобы просто так гражданину, скажем так, так я не могу предстать, или вменять им какое-то правонарушение, которое он не совершал, это патрульных полицейских нет. Опять же, если гражданин, имея законное право, считает, что он не совершил данные правонарушения, либо возникли какие-то недопонимания со стороны гражданина и инспектора, он имеет право, первое, обратиться на линию 102 тут же с жалобой. То есть на место происшествия, в правило, выезжает либо же командир, либо же отдел мониторинга тоже для разбирательства. То есть есть какая-то конфликтная ситуация, то есть обязательно должен приехать человек свыше должности. То есть это либо командир, либо мониторинг, который уже непосредственно занимается рассмотрением. Человек имеет право обратиться в отдел полиции, в любой, в принципе, с описанием жалобы. То есть жалоба перенаправляется согласно закону обращения граждан, перенаправляется уже по месту рассмотрения. Рассматривается она у нас в управлении. Соответственно, если вы рубежанский городдел напишите жалобу, она будет перенаправлена и направлена уже к нам на управление. То же самое. Есть горячие линии, есть вредово-горячие линии, есть горячие линии национальной полиции в Украине. То есть можно обращаться вот по таким вот вопросам. Что касается понятия прохладительного напитка, но если мы говорим о распитке спитных напиток в общественном месте, то это статья 178-го активистового кодекса в Украине. Поэтому тут, как я думаю, предусмотрено уже наказание. Вообще, по практике, как у нас происходит, многие правонарушители не хотят признавать своих правонарушений. То есть никто не хочет быть протянув к ответственности. Правонарушение по факту оно есть. И начинается, то есть покажите доказательства. Ну, граждане не имеют права. Единственное, что мы всегда обращаем внимание граждан и просим, что если в действительности вы совершили правонарушение, то лучше с инспектором, скажем так, признать свою ошибку. И тогда больше вероятности того, что инспектор как уполномоченный на то лицо примет решение, скажем так, может принять такое решение согласно 22-й сети Административного кодекса о, скажем так... Смягченнию кодекса. Да, то есть мысльно зауваженный, то есть без каких-то там документов уже составляния данного материала. Вот. Когда человек начинает оспаривать, при том, что инспектор явно видит, то есть явно видит правонарушение, останавливает человека, человек все-таки доказывает, что нет, такого не было, не знаю, вы слепы, вы что-то не понимаете. Ну, в таком случае, я думаю, что все-таки инспектор потом уже не пойдет на это, на смягчение, потому что он тратит время, за которое платят инспектору деньги. И первое, что каждый гражданин должен понимать, когда он занимает время инспектором, в это время, из-за бюджета, каждому инспектору платится денег за его работу, которую он не выполняет в полной мере, потому что, извините, если оформлять одно административное правонарушение в сфере безопасности дорожного движения, по правам дорожного движения, если оно оформляется при том, что гражданин идет на встречу инспектора в течение 10-15, ну, в максимум 20 минут, то есть такие люди, которые это все затягиваются 2,5-3 часа. Но 2,5-3 часа просто экипаж занимается одним из таких постановлений на 255 ливен, при этом квадрат, который они должны патрулировать, пустой, при этом еще могут быть вызовы, соответственно, они не выезжают на вызов, потому что бросить тоже не могут, если это рассмотрение непосредственно делать. Третий вопрос. Человека останавливают на территории ЖД вокзала, требуют предъявить документы и просят с ними проследовать в отделении, что делать, как себя вести. Тоже, опять же, у нас, как бы, патрулирование на ЖД вокзала в пешем порядке, такого не происходит. Но, по третьему вопросу. Если оснований нету, то есть, есть четко перечень оснований для проверки документов, опять же, я исхожу из Минкодекса, а не зоны АТО непосредственно. Если приобрать по Минкодексу, точнее, даже так, 32-я. Так, поліцейский мае право вимагати особу приправлений документов, что посвідчивать особу, або документы, что подтверждают право особи в таких випадках. Это 32 стаття закону Украины про национальную полицию. Если особа владеет зоочными знаками, то мы схожем на зоочные знаки особа, которая перебывает в розшуку або безвестизненную особу. Ну, то есть, ориентование. Если достаточно представить, что особа совершила, або она имеет намер совершить право право вошуку. Если особа перебывает на территории чайной полиции, в специальном режиме, або в месте с детьми специального полицейского контроля. Ну, третий как раз пункт, он больше уже подпадает под то, что у нас все-таки территория за специальным режимом. Это больше уже относится к закону Украины, о зоне АТО. Если особо есть зброя, боеприпасы, наркотичные засоби и другие речевины, обеих яких обмежен, або заборонен, або для сберегания, или использования, или перевезения, яких потребен дозвол. Если установить такие права, то другим чинам неможливо. Если особа перебывает в месте в чинении правопорушения, или дорожных транспортных пригодов, и других независимых водителей. И шестое, последнее. Если внешние знаки особи или транспортного засоба водителей особи дают достатньо представить что особа причемна до чинения правопорушения, транспортный засоб может быть снарядом или объектом в чинении правопорушения. Вот шесть пунктов согласно закону Украины у нас полиции, по которым можно, скажем так, полицейские могут потребовать 9 документов. Если же оснований на это нету, в принципе, порядок поскоржения дей полицейских, либо же жалоб и прочее, то есть тот же в принципе тот же. 102 горячая линия национальной полиции, ледовая горячая линия, либо же заявление, либо же жалоб. А горячая линия полиции так и осталась? 50-02-02? Или так все? Или как? Можно посмотреть. Я сейчас на него обращался. И записанную пусы, зарабатывается. Кстати, есть очень хорошее приложение для мобильных телефонов, называется так же. Так именно вся сборка законодательной базы, что касается граждан. Здесь вот оно разбито. Есть, например, для водителей, для граждан, для полицейских и для водителей. Это у меня. Да, подруга называется приложение. Есть важливый телефон. Ну, если не вас помеют, можно нам продиктить, его мухонько напишем. Именно это, что касается полиции, да. Урядовая горячая линия, 15-45. А, 15-15 полиции. Это урядовая. Это урядовая. Это урядовая. Национальная полиция. Вот, горячий линия Национальной полиции Украины. 0800-500-202. 0800-500-202. 0800-500-202. Ну, тут их много, Ну, это понятно. Это основные, которые относятся непосредственно к нам. Так, с третьим вроде бы все. Если гражданин не согласен с действиями полиции, куда ему обращаться, если в суд, то платить ли ему судебный сбор? По четвертому вопросу. Опять же, если не согласен, гражданин может обращаться к вышестоящему руководству. Опять же, линия 102 в обязательном порядке управляется кто-то из вышестоящего руководства, кто начинает командиром отделения, заканчивая начальником управления. также непосредственно в управлении жалобы, которые будут распадами рассматривать либо же отдел мониторинга, либо же начальник управления, либо снова же таки на горячую линию. Ну, они потом все равно направляют, то есть, по месту рассмотрения. по поводу судебных сборов. Согласно закону Украины о судебных сборах, статья 3, часть 2, пункт 13, при если особо оскарживает постановку, у нас двиняется судебный сборок. Там в этой статье сказано, что если постановление было составлено либо человек привлечен к ответственности с нарушением либо превышением полномочий органами исполнительной власти человек освобождается от судебного сбора. То есть, порядок возвращения к судам тут я не смогу подсказать каким образом. Так, при задержании полиции имеет ли право задерживать звонить по телефону и по скольким номерам? Запрета нету на звонки, то есть, вплоть до того, что при задержании полицейский обязан сообщить кого-то из родственников о том, что человек задержан, так сказать, четко прописано, и центр в Турын на юридичную декомодность что вы. Запрета по звонкам такого не существует, определенного количества звонков и прочее. То есть, в принципе, как правило, люди звонят, куда хотят, без проблем. есть шестой вопрос. Имеет ли гражданин право не садиться в полицейскую машину, когда ему это предлагают? Конечно, имеет, если человек не задержан. То есть, в противном случае, если человек задержан, но он не выполняет указания полицейского, это уже статя 185, именно с лиственных упором и выполнением законных предметов сотрудников полиции. Когда просто, ну, просто полицейские не предлагают садиться в тот момент по рубине. Так вы на вопрос не отвечаете, извинитесь. Почему? Имеет ли гражданин право не садиться в полицейскую машину? Понятно, что когда просто позвал чай попить, и так понятно. А вот именно если... Когда задержан? Ну, вы же сами говорите, когда вы начинаете задерживать, не все люди согласны, что они в этот момент виноваты. Вот момент. Его задерживают. Нет, это уже административное задержание. Дальше за все действия ответственность несет инспектор. Поэтому, если он говорит, что присаживайтесь, пожалуйста, в патрульный автомобиль, мы поедем в городе, то так нам нужно подсказать о законах требованиях. А если человек не садится? Боится он патруля. Есть меры физического воздействия, предусмотренные самым, что-то, 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 не выполнение требований, опять же, 185-е, это КУПАП, то есть, злистанное покоро, где предусмотрено, если человек не выполняет законные требования инспектора, но при этом они все равно его доставят. То есть, хочет, не хочет, что значит боится? А как гражданин определить, насколько это законные требования? Меня остановили, еду за рулем, и говорят, сядьте в машину, пожалуйста, а там, в принципе, ну дай взятку, в основном было. Гаишникам, я помню, запрещали сажать. Нет, такого момента, как сядьте, пожалуйста, в машину, а на каком основании? С поше рядом, допустим, остановили машину, говорят, вы там фарами мигнули, один остановили, а второму садись, а тот сидит и начинает. С поше рядом фар, кламат, что ли? Просто сесть в машину типового нет. То есть, конкретно, когда он задержится, во-первых, ему сообщают, что вы будете задержаны согласно статье какой-то, такой-то, такой-то, и согласно... Ну, получается, если вы мне объявили статью, по которой мне нужно сесть в машину, я должен сесть, а если просто предлагают, я могу отказаться. Ну, нету статьи, по которой вам нужно сесть в машину. Есть статья, по которой вы задерживаетесь. Вот если вы совершаете административное правонарушение, по статье 173, например, дробное хулиганство. Соответственно, вам инспектор сообщает, что, товарищ гражданин, вы задерживаетесь по... точнее, за совершение правонарушения, предусмотрено статье 173, за совершение проступка такого-то, такого-то. Извините, вот эти вопросы, ну, в принципе, они будут же жизни, может, они простые. Вот я, будем считать, месяц назад ехал в Адыску, у меня в Харькове, на вокзале, вот у вопроса жизни. Останавливали полицейских и предлагают пройти в отделение. Ну, я ехал с коллегой, коллега пришел впереди. Он вернулся, коллега, мне сказали, идите дальше. Что они хотели? Другому моему знакомому, правда, полгода назад, он ехал с Харькова без копейки денег, побывал в отделении. Что мне делать? Патрульный полицейский. Ну, только в отделении полиции не патрульный полицейский. Ну, можете не проназывай, откуда я знаю. Ну, в отделении, где у них при вокзале, наверное, там, комната. Послухайте, у каждого полицейского есть поликамера, она в секси, она должна быть завжди включеною. Якщо ви скояли правопорушення, яке стосується правил дорожнього руху, то немає ніякого сенсу вас там супроводжувати до відділку, там, чи вести з собою в управління. А якщо ви, вибачте, ну, я не вас, маю на увазі, я перепрошую. Якщо людина, там, лається, ну, заважає іншим людям відпочивати, вона якось так себе погодить, що ображає людську гідність, а що з нею робити? Так ми повинні прочитати права, але якось потрібно захищати права інших громадян. Якщо ви скояли правопорушення ПДР, ну, по правилам дорожнього руху, вас ніхто не буде там запрошувати в машину, навіщо це потрібно? У нас є бодікамера. Тобто в порядок доставлення відділу полиції... Тобто вирішить? Вопрос по камере. Вот ви мене задержали, і у вас камера записала. На моменті, де ми стоїмо, на вот цьому моменті, ви не встановилися, там пусть буде вулиця Іванова, і ви мене даєте, ну, під'являєте, там, я привычила сутки, у вас камера це зафіксувала. Вопрос. Ви должны мене показати запись, на моменті составлення протокола? За вашим запитом. Письменним чи устно? Есть порядок рассмотрення дела, де указано, що... Нам ні разу ви не предоставили записи. Ни на устно, ни на письменні просьби. При рассмотренні, при рассмотренні непосредственного дела, у чоловіка в отноші, кого розсматривається дело, залишли ознакомити з його правонарушенням, і з доказателем, які присутнішли. На місці. Правильно. Але є один маленький технічний момент. Патрульні не вістані ознакомити зідео, зідео, яке пишеться на їхніх бодікамерах. На всіх бодікамерах встановлені пароди. Видіо з бодікамері збрасується тільки на спеціальні бокси, т.е. доступа до цієї камери, яким-либо там извлечі видео, крімі бокси, немає. Понимаєте? Я не понимаю, почему, коли ми просимо показати нам видео, і устно, і письменно, то я не помню, я не помню, я не помню, я не знаю, у меня їх на сьогодні при себе нет, вони у нас є. Ми з вами постоянно на вас пишем жалоби, на урядовую цю линию везде. І якби його сіны не там, при этом нам полковник, я забываю фамилию, Денис, як, цього товарича, який в милицій був, полковник Филатов? Федотов, как? У нас нет. У нас нет. Нет, минуточку. Ми, коли з ним зустрічалися, він з замуправління Сєкт-Донецький сидит, і він, і він, і даже на горячий ринь, коли в інтернет, там написано, ну, типо, не скажіться, будь ласка, на патрульну клубу, вони молодці, ці молоді орлята, які тільки вилетили, їм потрібно поміч. Цей подполковник сказав нам то же самое. Ну, і при этом, коли ми задавали, ми йшли туда, на встречу з вами. Але в інтогі, коли ми всі були намного, може, агрессивно настроені, у нас, короче, тема перешла за все на другу поліцю, не на вас. Ну, і він сказав, що там, ну, много чого ви не маєте права робити. Ну, і по видеокамерам, як він нам сказав, що це... Ну, в самому законі прописано, що це не ваш обов'язок, це не ваша обов'язанність, це не частина патрульна форма, і не ваше право. Вона просто у вас є. Для того, щоб вона була вам вменена в обов'язанність, вона должна пройти сертифікацію, стандартизіцію, вас должны обучити. Воно в законі чітко законне. Сорокого стихіна з поліцією, ми маємо право іспользують. Сорокого стихіна з поліцією, ми маємо право іспользують санкцію. Я, як гражданин, в Україні, я не маю право іспользують санкцію? Конечно, конечно. Я можу. Да, в обов'язанні місцеві. Мене задержала поліція, я теж имею право іспользують санкцію? Конечно, да. Давайте вы свой вопрос, девушка, запомните і в конце ми всі будемо задавати. Хорошо? Пожалуйста. Давайте. Дальше я не буду нарушать. Вопрос о посадці в машину. Если так, ну... Поліцейський должен любой, скажем так... Есть перечень заходів, которые поліцейський може применять, да? Но перед применением любого вот этого заходу, он должен написанись с какой целью? Согласно чему? То есть, вот момент, когда вас остановили и говорите, что делать, то в первую очередь попросить представиться, записать данные. В вторую очередь, так сказать, конкретно, что я нарушу. То есть, если вам не могут ответить, то же самое, звоните у нас в 2, и говорите, вот такая ситуация, вы меня остановили, я не понимаю, почему, мне объяснить не могут. Не, не могут, они какая-нибудь завречена. Я так понимаю, что это не будет. Давайте. Ой, я только хотела смотреть ремарочку, как вы по поводу вопросов, ответов. Понимаете? Как бы вы отвечаете... Ответ. Смотрите, когда вы отвечаете на вопросы, получается, что вы как бы отвечаете на вопросы, но отвечаете на вопросы в том случае, если все время гражданин нарушает закон. Я бы предложила отвечать так. Первый вопрос. А. Когда, действительно, гражданин не прав, и действия полиции. И сразу. Б. Когда гражданин прав, но бывает же такое, что иногда и не прав полицейский. То есть, что бы сделать? Поэтому давайте будем так. А то получается, что вы как лекцию читаете. Нам же интересно. Просто, по сути, ну, по сути, действия гражданин, когда полицейский не прав, тут они четко предусмотрены законодательством. Порядок оскарженный день полицейского, четко предусмотрен законодательством. Все, 102, и пошли. 102, горячие линии. То есть, тут все просто предусмотрено, и на все эти моменты тут один просто ответ получается. Все. Вот это мы должны четко провести, Красная. Я так понимаю, должность появилась по защите прав человека. Правильно? Ну, внутри самой Борецкой, в том числе Луганской области. Луганской области полностью. То есть, этот человек подходит главному управлению. Ну, его контакт тоже, я так понимаю, его рабочий телефон должен быть вообще доступен. Правильно? Или он в засаде? В засаде. Я не думаю. Но у вас нет его контактных телефонов. Просто обещайте прав человека. Давайте я вам этот ответ дам позже, потому что мне самому нужно выяснить. Человек только назначен. То есть, на каком сейчас этапе находится его работа. То есть, приступил ли он к исполнению обязанностей? Я не знаю. Дать просто контактный телефон человека личный я тоже не могу. Мы его пригласим тоже на группу. Напишем вопрос. Это чем более человек, девушка, я так понимаю, анонсировал. А давайте вам дальше по вопросу. Мы написали людям вопрос. Они сейчас готовили. То, с чего я знаю, во Львове приступило, то есть, девушка к исполнению тех обязанностей, она объезжает все вороделы и спокойно на все встречи приходит. То есть, у нас пока что... Ну, я не могу ответить на таком этапе, это все находится. Так. По автомобилю разобрались. В каких случаях полиция имеет право задерживать гражданина и на какое время? По подозрению в совершении криминального правонарушения, либо же за административное правонарушение. По административному кодексу до 3 часов. Все. По криминальному там уже занимается следственная оперативная группа. Тоже работают. Так. Тут иду дальше. Ну, понятно вопрос, что вот здесь за подозрение в совершении криминального правонарушения полицейские что делают? Они задерживают, пишут рапор, передают либо же непосредственно следственной оперативной группе следователям, либо отвозят вородел, то же самое рапортом передают. Все. То есть, дальше на этом их обязанности заканчиваются. И полномочия. Так. Должен ли полицейский объяснять, почему он у вас проверяет документы, почему задерживает и как себя надо вести, чтобы быстрее освободиться? По сути, я уже объяснил, должен ли, должен. Как себя надо вести, чтобы быстрее освободиться? Ну, я думаю, что надо идти просто навстречу. То есть, из того, что я знаю по работе наших патрульных, и в том, что я уверен, что они не превышают свои служебные полномочия, и не пользуются тем, что люди где-то идут навстречу. То есть, их задача, если есть административные правонарушения, быстренько все оформить составе, согласно действующему законодательству. А в дальнейшем, то есть, если по отношению к вам были какие-то неправомерные действия сотрудников полиции, то все можно оспорить. Есть суды, есть вышестоящее руководство. То есть, без проблем. Так, в каких случае полиция имеет право производить поверхность осмотра человека и его авто? Но, так, по 10 ст. 34 закону Украины… Нет, вы 9 пропустили. Имели право не отвечать на вопросы и расспросы полиции? Да. Согласно 63 ст. Конституции Украины, да, в отношении себя и своих родственников, имеете право мне давать показания и объяснить. Ну, это же не только для нас вопрос. Писали, это же для людей. Нам же письменно ответят. Ну, это же только для себя. Ну, вот это же вы ответили. В каких случаях полиция имеет право производить поверхностный осмотр человека и его авто? Нет. Это ст. 34 закону Украины нацполиции. Я, собственно, уже читаю, что нигде не ошибиться. Ворогневая проверка и при внутреннем полицейский захват есть действием визуального облида особи. Проведение по поверхности броня особи руководства специальным приладом або засобом, визуальным облидом речи або транспортного засоба. То есть, в принципе, при посадке в патрульный автомобиль полицейские постоянно проводят по вахневу проверку в связи с тем, что может быть опасность их жизни и здоровья. То есть, в любом случае, по вахневу проверка предусматривают. То есть, никто руки ни в какие карманы никому не засовывает. То есть, непосредственно человека вот ставят, говорят так и так, вот сейчас мы проводим по вахневу проверку, у вас при себе есть какие-то предметы, то есть, колющие, режущие, агнестия. То есть, задают вопросы, человек отвечает нет, разрешите, то есть, мы проведем. Максимум, что можно сделать патрульник, это левонько руками провести. Опять же, если к девушкам относятся, то только патрульник девушка может делать. Либо же, с применением специальных, вот, вахнева проверка здействуется полицейским відповідно истателем, то есть, о чем говорится. У невидкладных выборных поведениях может здействовать будь-який полицейский, лишь если у вас у вас специального прилада обно засоба. полицейский может создать местную проверку транспортного засобства. Тут перечисляется когда. Если есть достаточно trois п randomized, что в транспортном засобе находится правопорушник или собака, свободной которой страху Supports это в незаконный способ. Dass employment находится или иначе або яка становит загрозу житючей здоровья такой особой, або инший пассив. Достатним представом вожаты заявления граждан, кто-то где-то что-то видел. Я видел, как, например, у этого человека, там видел этого человека в бардачке оружие, либо предмет, похожий на оружие. Так, якщо ясно и достатним представом вожаты, що речи про транспортного засипу, є знарядним чинення правопорушення, та обознаходиться в тому місце, де може бути спроенну криминальне правопорушення для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шлягом візуального огляду речі та або транспортного засобу або візуального огляду салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та або двері салону. Під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу. Говорится о том, что полицейский сам не открывает, сам не достает, то есть гражданин обязан по требованию полицейского, если есть вот в этом необходимость, предусмотренное законодательство. Покажите, пожалуйста, то есть гражданин открывает? Если не открывает. Если не открывает. Не хочу я открывать. А вы не можете открывать, тогда какие действия? Я думаю, что это не выполнение законных требований, 185-е. В дальнейшем это доставка в отдел полиции и уже разбирательство. Меня вместе с машиной. Вас вместе с машиной. Ну я не открываю вам багажник, например. Ну если вы не поедете, сами на машине отправят. Ну ничего, закроют машину, доставят вас в городе, дальше будут разбираться и уже там будут действия. А вы скатаете машину? Ну а как по-другому. Ну как-то вот это нарушение прав человека, я считаю. Вот я еду за рулем, меня остановили, открывайте багажник. На каком основании? Как здесь указано, если есть, что я представил уже. Ну вот, я не еду на работу, я ехала на работу. Он меня остановил, увидел, что я тетка. Опять же, мы приходим. Еду с водителем, останавливают, проверяют, шмонают всю машину. Где, на блокпосту? Что на блокпосту? А, полицейские? У нас, перекресток, Померанчук-Освободителей. Петьставы. Пол-восьмого утра, два дня подряд. Полицейские или ДПСники? Нет, я думаю, что это ДПСники. А ДПСники ж не имеют права у нас сейчас. А ДПСники заработать, ДПСники. На следующий день с водителями, шмонают всю машину. Звоните на 102. Да, они не имеют вероятность. Это же это у нас вопрос. Вы их, мы их... Я не говорю, представы для запойнки вашего транспорта. Что? Представы для запойнки. Нема, просто, вы знаете, вы сейчас говорите, все так красиво, так ладно. Да, на самом деле это не так. На самом деле совершенно в жизни не так. Еду я уже самое на работу. Капитан Сидоров, ваши документы, причина остановки. У нас, как это там, за тренировка, отработка, отработка, цель отработки, безопасность движения. Я нарушила правила? Нет, вы не нарушили. Я хочу проверить ваши документы. Я спешу на работу, только поэтому я отдала документы, показала их у Стёра. Я понимаю, что все, так как вы читаете, то мы все тоже можем прочитать. Со стороны закона так и должно быть. Но на самом деле, в действительности, этого нет. Хотелось бы, чтобы... Правильно, Львов Санна, извините, говорит, что хотелось бы, чтобы были такие люди, кому можно было обратиться, когда нарушают права человека. Понимаете? Вот это... Я... Сколько... Ну, давайте я повторю еще раз. Ну, это ДПСники. Давайте я просто еще раз порядок с верными командирами. Да, и оскоржение действий. Пациентники полиции. Нет, просто полиция не стоит на том, чтобы... Вот человек едет на работу, он опаздывает в конце концов. Ну, как же да. Ситуацию человека никто не понимает. Смотрите, я хочу... Ребята, смотрите, вас остановили ДПС. Если бы вы не спешили, Ирина Николаевна, да, Петровна, если бы вы не спешили, ваши действия, первое, звоните на 102, вызывайте патруль, вызывайте патруль и составляете заявление о преступлении. И быстро попросите, что у нас был такой случай. Значит, я рассказываю, но потом, просто еще полиция не сразу пишет, не хочет принимать заявление о преступлении, потому что это их не сограждане, пока мы не звоним на горячую линию, это отдельный вопрос. Но, это четко, значит, как только вас остановили ДПСники, там, где есть патрульная полиция, ДПСники останавливать не могут. Звоните на 102, и они вас отпускают. Они не имеют права здесь патрулировать. Нам четко, ясно было сказано, у нас уже был по этому вопросу. Значит, ДПСники только там в городе, где нет патрульной службы. У нас есть патрульная... Они не имеют права останавливать. Я вам ответила, это ДПСники. ДПСники на две полиции... Давайте, господинство, у нас у всех были ситуации. Я в полиции работаю ровно год и три месяца, и до этого у меня тоже очень много было ситуаций с милицией. Поэтому, но есть законопредусмотренные. То, что мы говорим о том, что мы с вами граждане, да, и мы можем с вами пообщаться, посидеть и подумать, как же плохо вам и как же плохо мне. На самом деле, есть восстановленный законопорядок. И мы учим этому патрулю. Я не могу сказать со стопроцентной ответственностью, что вот все будут исполнять четко, так как мы им говорим, так как мы их учим. Да, они тоже допускают ошибки, да, возможно, кто-то из них сознательно это делает. Мы с этим работаем постоянно. Но как мне отреагировать, если я не знаю данный факт? Ну да. Как вы поймите, вы как гражданин принимаете участие непосредственно в... Во-первых, то, что патрульная полиция сама не изменит эти города, она не изменит Украину. То есть нужно вместе, совместно с гражданами. И когда возникает такой факт, что по отношению к вам, даже если вы спешите, вот я могу говорить только за патрульную полицию, за гречников, я не знаю, как там процедура. В принципе, процедура одна и та же, обращение, приходят жалобы. Но я не знаю, как они их рассматривают. Я знаю, как я их рассматриваю, эти жалобы. А мы лучше с тобой. Реально, то есть мы рассматриваем жалобы. Если у нас 30 дней нам дается на рассмотрение, то мы рассматриваем практически все там 10-дневные сроки. Ну, успеваем. При этом мы просматриваем видео с камер, которые у патрульных висят. При этом мы просматриваем треки. То есть у нас есть возможность, как бы говоря, установить, был ли там патрульный экипаж в это время, указанный в жалобе, и какой экипаж. Я говорю, вам даже не нужно знать, какой экипаж. Просто в жалобе указывайте, что время такое-то, место такое-то, остановка, ситуация такая-то. Мы смотрим по треку, вот такой-то экипаж там был. Поднимаем видео с камерой, они обязаны включать камеры при непосредственном контакте с гражданом. То есть начинается разговор, он включает камеры. Ну, хотелось бы вот такой момент, чтобы вы просто как бы подтвердили. Смотрите, чтобы мы это понимаем, да. Значит, хотелось бы услышать от вас вот что. То, что мы сегодня вам вот рассказываем, какие вопросы у людей, проблемы по городу, в том числе и с полицией, вы еще их услышите, мы еще дойдем, они все так гладко, как вы рассказываете. Чтобы это, как вы говорите, мы не можем всю полицию заставить так работать. Но мы для того и собираемся, для того, чтобы вы приняли к сведению и, может быть, тоже как-то сделали какую-то указинку составу, который выезжает на патруль, потому что это тоже ваше лицо. Мы же не просто собираемся, мы собираемся вам сказать, какие есть у вас вопросы. Вы же не знаете, как они у вас работают. Это вы рассказываете, как они должны у вас ездить, и что они должны делать. Но на самом деле не все люди делают то, как вам кажется. И не все так работают. Хотя, в общем, конечно, полиция молодец, и все замечает. Есть добросовестные, но люди недобросовестные. Так вот вопрос, как, скажем, сигнализировать, чтобы это было быстро, без волокиты, и чтобы вы могли это проконтролировать и принять какие-то меры. Давайте, во-первых, будем начинать с того, что будем говорить о том, что мы точно знаем и о подтвержденных фактах нас. Потому что, когда вы сказали, что одни и те же, тут вы не правы. Потому что горячая, точнее, линия 102, это совсем отдельные операторы, которые... В смысле одни и те же? В плане того, что когда вы звоните на 102, кто-то кого-то где-то прикрывает. Это нереально. Я такого не сказала. Каждый вызов... Я сказала, что если их не заговор... Вы сказали, что вы звоните сюда, тут не помогает. В итоге приходится звонить на горячую. Вы ехали и отказали составление. Ваши ребята же приезжают и отказываются составить... Принимать заявление. Полиция, это вот, вы вот, трое. На сотрудников ДПС. Пока мы позвонили на горячую. Ну, какая это? По поводу. Вот я вам привожу пример. Я обычно не сказала, что бы такого так прикрывало. Давайте, давайте, дойдем к последнему вопросу. Давайте, пусть все. Не, ну, потом давайте, вас. Нас только... Хорошо, хорошо. На перерывы остановились вопросы, ставим. Ты потом у нас закончишь этот вопрос? Да, нет, я узнал буду. Так. Где вы отвечали на 34-ю статью? Дымают право нас по лапоте и подавиться в аган. Не, ну а что, не так? Вы о чем мечтаете? Ну, его понравилось. Так, девочки, это суша говорила. И устроим бордак. Продолжим. Имею ли я право не показывать полицейскому содержание своих карманов, кошельков, сумок? Да, имеете как гражданин, если на это нет никаких оснований. Как доказать, что их нет оснований? Мы вас к этому делим. Как доказать? Я считаю, что нет оснований. Но я не юрист, вы поймите. Я пытаюсь сказать то, что если их нету, и вы хотите это доказать, есть высшее стоящее руководство, есть суд. И потом это все доказывают. Дело в том, чтобы я бил на один с человеком, который, в принципе, при власти еще и вооружен. То есть, получается, я ничего не могу. Потом я подожду. Я вам расскажу, что он на делах. За стосованием выходит. Вызывайте на 102, на них еще один патруль. Вы пишете заявление о преступлении, и будут развиваться. Если успеете. А что на 112? 102. И на них вызывайте еще один патруль. Пишите скаргу. Не надо вызвать. Надо это заявление. Да, да. Вызывайте патруль на патруль на патруль. Вы так месяц будете ждать, и ответа не получите. Мы вам расскажем, как надо. У нас, конечно, с вами не получится. Почему? Я просто объясню. У меня были подобные случаи. Я объясню, почему. Потому что у нас на линии на сегодняшний день, в связи с тем, что с кадровой, скажем так, кладовкой, присутствует 8 экипажей из 17 положений. А теперь представьте, что вы не согласны с чем-то, и вы вызываете 3 экипажа. Скажите, вы правильно поступаете или нет? И сразу вам альтернативный вопрос. Когда ваш экипаж, на который вы жалуемся, останавливается, мы требуем своих законных прав, то почему-то ваша организация со всех городов трех на одно место ДТП пригоняет 9 машин. Мне ДТП вообще не понятно. И вообще не понятно. У вас есть много бензина. Приезжает юрист на одной машине. На другой машине, как у начальника. Не на 8 машин реально приезжает. Второй. Третий. Мы вам видео покажем. И потом вот этих вот, которые... Это по поводу чего? Все сделаны джипами и все собрались возле ищем банка. По поводу движения автомобиля по системе рубеж. По системе рубеж. Ну, там было 3 автомобиля. Ну, о чем вы говорите 3? Их было 3. Автомобиль, системы и рубеж. Главное подобаются наши автомобили. Нет, девушка, а вы не будем передергивать. Вот скажите, если... Это я, пожалуйста, я не передергиваю. Нет, смотрите. Вы сейчас как раз то, что вы говорите, вы переберете. Вы должны услышать. Давайте так. Мы же говорим, у вас спрашиваем. А вы хотите слышать, что вы говорите. Вот смотрите. Вы только что сказали. Я говорю, если нарушают мои права. Я не хочу месяц ждать и получить отписку. Я хочу сегодня. Мои права нарушают сегодня. Я хочу сейчас, чтобы меня защитили. Я считаю, что если меня незаконно начинает, извините, заражение опрессовать полиция или ДПСники, я звоню на 102, вызываю на ряд полиции, фиксирую. Я считаю, что это злочин. Они фиксируют этот факт. Потом разбираемся. Вы говорите, у вас мало, как у вас недостаток людей, у вас не хватает голода у вас по кадрам. А мы вам приводим пример, что когда останавливают машину по системе рубеж, и на нее съезжается 8 патрульных и еще неизвестно сколько начальства, где вообще это не стоит выеденного яйца, то сюда вы можете отправить непонятно зачем 8 экипажа. А их было 8 машин, есть в видео. Понимаете? Так есть голод или нет голода? Значит, защитить человека права не надо вызывать вас. Понимаете? У вас голод. Я вам дал ответ на то, что вы сказали одну, вторую, третью. А так вы же будете раз, вы же откажете посты и разберетесь. Я же понял, полиция. Не обязательно вызывать полицию, мы же вызывать и оперативную, ну, которую... И мы, ну, такая, ира, иди, ну, так можете. А что, вы не понимаете, колл-центр, что 2-1. Давайте так. Потом мы вам разговаривали. В этой ситуации, в этой ситуации, ну, просто, я не знаю, откуда 8, было сначала 2 экипажа. Потом на место происшествия приехал один зал, и я приехал. Ни он, ни я не находимся на линии. То есть, конкретно потом один экипаж отпустили, на месте вот этого... Ну, был момент, чтобы было бы, просто поздороваться приехали. Оставался один экипаж патрульный, и их 2 наших автомобиля. Как бы, тот сильность пребывания там машины, ну, определяем мы. По вопросу... На вопросах. По вопросу... Не, вы можете, пожалуйста, наши действия, мы можем много разбираться, тут проблем нет. А вот по вопросу я с вами не соглашусь, что я здесь и сейчас хочу, чтобы это все было рассмотрено. Есть законопредусмотренные порядок рассмотрения, и мы должны соблюдать закон... Нет, стоп, 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 не рассмотрено, я не хочу, чтобы меня сейчас... Вы хотите, чтобы ваши права... Ваши права... Я не хочу, чтобы меня сейчас обыскивали, я знаю, что я, например, ну, вот вы меня незаконно лишаете, там, сказать, ну, не знаю, свободы, чего угодно, я человек. Почему должна месяц ждать, если я могу сейчас себя освободить? Вызываю других полицейских. Если ваши права нарушаются, тут нужно рассматривать ситуацию каждую в отдельности, но если нарушаются ваши права, в таком случае человек, который нарушил ваши права, будет притягивать к ответственности, вы же понимаете? Ну, при дальнейшем рассмотрении... А вы доказать не можем, вы не даете скандер нам поделиться, потому мы вызываем... Ладно, давайте, пойдем к следующему вопросу, чтобы все нам понятно. Давайте следующий вопрос. Давайте, это уже полиция. Следующий вопрос. Понимаете, это, что полиция, это орган законодавчий, законодавчий. Если сейчас працювает система рубеж, то на это есть какие-то там... Давайте мы это отпустим, потому что мы сейчас с этим рубежом будем выводить не очень... Да, ладно. Давайте опустим всю систему рубеж, потому что у вас в системе рубеж, как вы по ней пришли работать, вы хотите, извините, забрать машину и не дать никакого документа. Поэтому давайте опустим вашу систему рубеж. Вот именно так, ладно, опускаем. Имею ли я право не пускать полицейского самого своего автомобиля в помещение, принадлежащее мне лично, квартиру, гараж, дачу и т.д. Конечно, если нет, это законных оснований. А проникновение в жилье, обыск жилья, это уже... Надо, короче, поправлять, товарищ полицейский. На основании статьи 30-й вы имеете право никого не пускать, а якщо есть решение суда, и постановление предъявить, тогда только пускаете. А то вы сильно мягко рассказываете. Если вы мне дадите закончили, то возможно мы договорим. Так, давайте уже не будем это перебивать. Так, 12-й вопрос. Предусмотрены все эти действия, правильно, 234-я КПК, 264-я КУПАК и статья 34-я Законно-Украинской национальной полиции. Мы, со своей стороны, имеем право проникнуть без решения суда, либо же решения прокурора, только в случае, если у нас есть основания полагать, что там, ну, за этой дверью, например, совершается криминальное правонарушение, либо же есть угроза жизни здорового людей. Только в таком случае мы имеем право проникать. В дальнейшем разбирательстве, то есть с этим все очень серьезно, у нас не было таких случаев ни в одном городе, чтобы полицейские просто так проникали. Потому что потом, там, очень серьезная ответственность, и окажется, что оснований для этого не было. Так, 38-й или 34-й? 34-й. А, ну, 34-й. Так, поэтому вопрос есть вопрос? 38-я. 34-й, кстати, по-хлевой параде. Судим. Ладно, продолжим. Так, ну вот эти статьи надо. Какой-то, кстати, вопрос на отвечали. 12-й. Они нам дадут письменный ответ. А, мы так уже все. Мы специально попросили, это будет настольная книга для тех, кто там приходит. Мы с Евраздателем. Так, какую ответственность несет полиция, если при преследовании кого-нибудь повредят мое авто или создадут аварийную ситуацию, в которой пострадаю я? Административное разбирательство, я думаю, оформление, если это конкретно ДТП, значит, оформление ДТП. Нет, какую ответственность понесет полиция, а не как это будет оформляться? Никакую? Как это? Ну, административную. Согласно админкодексу. А какую? Важно административную. А вы хотите за повреждение автомобилей криминально? Ну, нет, не криминально. Я так думаю, по административной получить на ремонт автомобиля гражданско-правовую, так, кстати, исходит. Стражевая компания, оформление ДТП, ну, все точно так же, по той же процедуре. А преследование, не преследование, это уже не имеет значения. Ну, вы моему праву вам не дали. Это не транспортный завод. Да, это не только вопрос. Да. Интересно. Так, есть. 14. Умение права не останавливаться на авто в темное время суток по требованию человека в форме. И вообще, в каких случаях имеется право останавливать автомашину? Ну, а что в темное время суток? Ну, можно бандит переодеть, а я их не хочу останавливаться. Ну, раньше было только на постах, а мы только с мигалкой начали. У меня была ситуация в жизни. Я работаю в кафе, работаю до поздна. Ехала с работы 2 часа ночи. Я еду, меня исследует патруль именно полиции. Ну, как бы не ДПС, а именно полиция. Они начинают включать сиренами, чтобы я остановилась. Я останавливаюсь, предъявите документы. Я показываю. Спрашиваю причину остановки. Тишина. Опять начинают мне за документы. Я три раза задала вопрос. Причина остановки 2 часа ночи. Я хочу домой, у меня маленький ребенок. Езжайте, но в следующий раз мы вас так просто не отпустим. Я говорю, не поняла. Говорю, а что я вообще нарушила? Я еду домой. Я еду с романом. Я просто... Когда это было? Скажите. Это было где-то месяц назад. Так как я работаю в кафе, просто у меня подозрение было то, что они подумали, я в трезвом состоянии, от кафе отъехала. Значит, я как бы... Ну, они и знали, что я работаю. Не, ну вы вот установите товарищу, позвоните. Он по видеозаписи будет определить. Я сейчас так быстро не вспомню. Может, до конца как бы собрания вспомню. Для разбирательства по таким фактам нам обязательно нужно хотя бы время и место. Короче, все. Запишите, пожалуйста. Ну, ваш телефон. Варяк, вместо я могу. Варяк, вместо я могу. Варяк, вместо на разбирательство. Варяк, вместо я могу сказать. У вас есть телефон такой вот из пяти буквы, мобильный, человеку, которому, как мы звоним на урядовый день, раз, а не то, что там 102, она даже не представляет, что потом на 102 пожаловаться, что ваше заявление не пошло. На 102 вы не можете, оно не может не пойти. Все вызовы фиксируются на 102. Ну, давайте соблюдать закон. Я могу сказать, что нет. А по горячим телефонам у нас в управлении телефона такого нет. Как это должен быть у вас телефон для анонимных звонков? Почему у вас нет такого телефона? Ваши предложения мы предлагаем вам поставить, запишите, общественный совет города рубежно предлагает завести телефон для анонимных звонков. Для анонимных звонков будет очень приятно узнать о вашей работе, потому что они, которые боятся. Не то, что боятся, они по всех связываются. Не хотят, но не хотят, но не хотят бояться. Ну, почему? Я не хочу, допустим, я тоже могла бы пожаловаться людям. Я не захотела, просто моя нервная система мне дороже. Точно так же, по линии 102 вы можете сообщить, но давайте, когда вам вопросы представятся, можете сказать, что вы анонимные обращайтесь. Точно так же, по линии 102. То есть вы не обязаны представляться. Ну, при этом с мобильного телефона. У меня всегда спрашивают, год рождения. Да, да, не обязаны. Давайте следующий вопрос, если уже нет, то поэтому у нас вопрос обманут. Так, в темное время суток. У вас патрульные не стоят на дороге в темное время суток и никому не машут. То есть то, что останавливает патрульный автомобиль, но вы должны согласно дорожному движению остановиться. Но они же обязаны сказать им причину остановки. Конечно. Но есть подрядно перечисленных 9 причин остановки. А, мне еще начал говорить, почему вы так борется со мной разговариваете, почему вы мне как... Я говорю, я вам не хамлю, я спрашиваю вас причину остановки, я спешу домой к маленькому ребенку. На вопрос по клубному причину остановки, они сразу отвечают одно и то же. Я не знаю, может быть это один и тот же патруль, типа почему вы нам хамите. Почему вы нам хамите. Да, он сразу, почему вы мне хамите, я не хамите. Я просто хочу, смотрите, я не могу сейчас разобраться, потому что у меня нет фактов. Так он сделал или не сделал? Обращение нужно вас, для того, чтобы поднять передачи, для того, чтобы их опросить. Что было, как было, пересмотреть. Понимаете? Так что в следующий раз просто сообщайте о таких случаях, будем разбираться. Ну давай, я буду позвонить. Так. Перейдем к иметь право полицейские, обязать меня предоставить, преследовать злоумышленника, а собственно, что он кто? Или что еще лучше самому преследовать? Если да, то какая компенсация положена? Да, предусмотрено у нас пунктом 2.7 правил дорожного движения и ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ну, 124 это уже непосредственно наказание за непредоставление. Пункт 2.7 правил, это в случае исполнения невидкладного службового завдания, полицейский мая право тимчасового выучить у романдины на транспортный засед. При этом, ну, это не практикуется с надувами. При этом, там задается специальный корешок, сколько километров проехано там. Ну, это не практикуется, я просто не могу сказать, как это происходит, потому что у нас такого нет. Ну, согласно законодательству такое есть. Есть внутренний приказ номер 940 МВСовский, который регулирует эти моменты. Там тоже указано то, что полицейский при исполнении невидкладного службового завдания, может им часово, там, скоростатки, вашим, так можно сказать, володиньим. Имеет ли право полицейский обязать меня преследовать... А, вот это мы уже зачитали. Ну, обязать преследовать вас злоумышленника? Я думаю, что нет, потому что в этом случае он, наверное, будет подвигать вашу жизнь опасности. Потому что если он имеет право там для преследования использовать ваш автомобиль, то это один вопрос. То есть это все-таки имущество, и в случае чего, то есть государство обязано вам возместить ущерб. Если при проведении обысков в квартире повреждения получили вещи или детали интерьера, но ничего предусудительного не найдено, какая положена компенсация. Мы обыски не проводим. Обыски проводят только следственные оперативные, ну, следователи и прочие органы, которые занимаются именно криминальным правонарушением. Поэтому здесь я не могу вам ответить по этому вопросу. Если человек не сбит сотрудников полиции, задержан, куда ему обращаться и что вообще делать в такой ситуации? В такой ситуации в первую очередь человек обращается в тампункт, фиксирует свои повреждения, и в дальнейшем обращается уже непосредственно тоже на линию 102, то там уже выезжает следственная оперативная группа и будет дальше разбираться по этому факту, если человек в действительности избит. Так, могу ли я попросить полицейского написать мне на листке в мае свои данные? Законодательно не предусмотрено, полицейский обязан отставить. То есть воздавать визитки, писать свои данные, такого обязанности полицейского нет. Он у нас лучше не воспринимается, потому что приостановили родности, я не запомню ничего. Не повторяй. Не повторяй. А номер жетона? Отойдите на... Давайте попасть, у вас есть факты. Ну вы же говорите, что вы были на счетбанке, так вам и факты. Когда вы подходили и хотели записать номер, это вы представляете. Орловский представлялся, очень хороший хлопец, мы его знаем. А те, кто приезжал с вами впереди, отойдите на вытянутую руку, не занимайте мое личное пространство, я вам уже все сказал. Вы же можете видео пересмотреть с самого начала и поделитесь. То, что вы жалобы написали, это другой момент. Точно та же ситуация, о чем мы говорим. Это когда водитель говорит, я вам уже предъявлял документы. Нет, это когда полицейские говорят, я вам уже представлю. Подожди, дайте я договорю, пожалуйста. Это когда водитель говорит, я уже предъявлял документы, в законе написано, что обязан по первому требованию предъявить. И не написано количество раз. То же самое касается и полицейского. Обязан по первому требованию гражданина предъявить удостоверение. И не написано количество раз. Так, должно ли в лексиконе полицейского используется слово «извините» и «спасибо, пожалуйста» Обязательно в порядке, если бывают случаи, когда полицейский неправильно расценил действие Видел там какие-то, возможно, административные правонарушения Будь то остановка транспортного средства, будь то проверка документов Но в результате не подтверждаются такие вещи Проходят ориентировки, например, звонит гражданин и говорит, что вот такая-то машина По моему мнению, там находится пьяный водитель Снова проходит, мы останавливаем автомобиль У человека нет ознаков алкогольного спинения Проверяются документы, извините, пожалуйста, задержали вас Всего хорошего, до свидания Обязательно, в обязательном порядке эти слова даже не используются Какой лимит бензина выделяется патрульному экипажу И как ведется контроль за расходом бензина Лимита по бензину у нас нет на данный момент по топливу Контроль ведется ежемесячными отчетами Есть сектор, точнее отдел автохозяйства Который занимается контролем по топливу Каждый месяц ведутся отчеты по автомобилям на департамент По контролю, в принципе, по бензину Автомобили заправляются только по карточкам Карточки по бензину у нас смарт-карты То есть это одна карта на автомобиль Все заправки фиксируются на заправке электронной Все полностью заправки есть Все чеки сдаются, то же самое автохозяйство По дизелю у нас карточки формата Карточка на 20 литров На заправке даете В замен получаем чек Так, существует норма по учету правонарушения Но существует ли норма по учету правонарушения за сутки Какая существует форма отчетности? Не за сутки, а за смену Все роды готовят отчет То есть нормы у нас нет Как таковой Понятие нормы Но отчеты готовятся То есть каждая рота готовит отчет по проделанной работе Два протокола обязательно идут? Что-что? Нормы нету, два протокола обязательно Ну нет, это не правда Не кажется? Ну правда Вы просто... Я хочу, чтобы вы поняли почему так говорю Потому что с самого начала службы полиции Я работаю в отделе мониторинга Как раз отдел, который занимается контролем работы на линии И сюда я пришел реально менять страну То есть не из-за денег У меня эти деньги нет Ну да, слушай Так это вы еще Прошли, а другие всегда этим прошли Так я занимаюсь контролем Я всегда вижу, что происходит Я не могу говорить, что у вас все идеально Конечно же нет Люди во-первых есть разные Второе Некоторые люди реально ошибаются Потому что работают Не ошибается тот, кто ничего не делает Да, они молодые, но Но поверьте При старте патрульной полиции Я не слышал, чтобы кто-то сказал Что на улице выйдут мегапрофессионалы Сказали, что на улице выйдут новые люди Добрые, отзывчивые И мы добиваемся этого И добиваемся, чтобы они учились постоянно Для этого нужно время Для этого нужно время Так Каких-то людей я думаю, что все-таки нужно будет Указать им дорогу в другом направлении Но это жизнь А дорогу это указываете? Вообще Были такие, чтобы кому-то указали дорогу? Уволенные? Да У вас нет У нас нет У нас нет А то, чтобы поставить на колени Мордой в пол Без камер, да? Нащат банки Вот это Там где Это культурно Конечно Ваш сотрудник говорит А теперь без камер Вы не для протокола Радуетесь Что мы вас не поставили на колени Не кинули мордой в пол И что там третья была? И не одели наручники Так Какой левизин Этого пропустим Этого пропустим Если будет Ну просто По факту Если будут такие факты Мы будем разбираться Мы никого не в гараж Что это? Бородская Вот это Львовянинчик На камеру поглядите Нам сказали, что вы его во Львов отправили А вы говорите Никого не убрали Вот видите Факт накладывается Будем выездить Нет, так он сам с Львовом вроде Такая разница С Львова Промбированных осталось 3 человека Ладно, давайте Это уже все Мы проехали Давайте дальше Кто определяет маршрут движения Существуют неконтрольные точки по маршруту движения Контрольных точек нету Маршрутов движения таковых тоже нету У каждого экипажа есть свой квадрат патрулирования И по каждому квадрату происходит отслеживание экипажа То есть экипаж когда движется по карте То есть в дежурке Открытый электронный GPS, да? Да, да GPS трекинг Где отмечается движение полностью экипажа В любой момент можно, скажем там Посмотреть там Месяц там Где находился экипаж в то или иное время То есть постоянно вот эти моменты вообще отслеживаются А квадраты уже определены и закреплены непосредственно за экипажем Почему никто не наказывает пешеходов за нарушение права дорожного движения? Почему наказывают? По статье 127 предусмотрено у нас наказание Либо же искусственного замечания Либо штрафа в размере 51 гривны А велосипедистов это касается? Нет, велосипедисты участники дорожного движения, но они не пешеход Ну вот они явно нарушают права дорожного движения Не обманяются В случае отнялась Как же отнялась? Добавить по телефону Они мешают как-то передвижению автотранспорта Они как-то наказываются в этом случае? Сложно У нас сейчас такой статистики нет Но должны быть так Поэтому вы это, пожалуйста Я думаю, что вас интересует Какие обязанности во время патрулирования полиции? Непосредственно во время патрулирования Патрулировать улицы Объезжать не только центральные улицы То есть проезжать во дворы Проезжать На данный момент мы еще проводим такие мероприятия Как обследование заброшенных зданий То есть во время патрулирования Подъезжают к заброшенному зданию Заходят, проверяют, все ли там нормально Нет ли там детей, которые бегают Которые могут причинить себе вред Ну, либо же у нас все-таки Ну, вам говорят Люди, которые потребляют находит Чем не занимается патрулирование? И в обязанность, естественно, входит реагирование на правонарушение Патрульный полицейский в виде правонарушения обязан реагировать Так, чем не занимается Вот у меня этот вопрос Чем занимается патрульная полиция, когда не патрулируют улицы? Они лишние Чем занимается, когда не патрулируют улицы? Да Есть ли такие моменты, что машина Она все время на маршруте? Да Она все время на маршруте И именно здесь могут остановиться на час, на два Это либо вызов, либо обед Обед у нас предусмотрен до часа То есть на обед могут пойти Все остальное время машина патрулирует Все время на ходу, если только правонарушение Это либо вызов 102, або патрулируют Либо сами оформляют Вони могут створивать и сами сами завтра У нас тут вам позвонил Через какое время? Время? Да Среднее время реагирования у нас 10 минут 10 минут До 10 минут В последний раз мы ждали почти 40 минут И они катались за домом Вполне может быть Потому что я привезло очень мало экипажа Бывают такие завалы Что просто некому Все задействованы на вызовы Поэтому нужно будет что-то У нас пщенок 3,5 месяца Вышел я погулять Пщенком Без цепки Без поводка И без ошейни Без намордника Он маленький У него даже нет намордников таких Ну ладно Полиция мне сказала, что может на меня Выпцать постановку Как на нарушение Без намордника И без поводка Но желательно хотя бы с поводком Гулять Собаку Взрослую Обо На морднике Обо На коротком поводке Новые правила Не приняты Я вам это заявляю официально При депутатах Так что любой полицейский Который К вам подойдет Вы маете право Ссылаться на эту постановку Какие были приняты правила Что при Смирнове Правильно Любовь Александровна И все А щенок Это надо знать какой породы У нас есть несколько пород Которые Именно Ну приравненные Как к холодному оружию Количество личного состава Запишите телефон И будете лезать Нету распределения Скажем так Есть расстановка Перед заступлением На смену Определяется Количество экипажей Тех или иных Города То есть каждый город Разбит по квадратам И сказать Что вот здесь У вас Шесть человек Иногда бывает Три экипажа Иногда четыре То есть Раньше Когда только начинали работу Когда у нас не было Столько отпусков Сессий И прочих Приятностей По личному составу У нас было Больше экипажей И по рубежному Было четыре машины На данный момент Две-три То есть По разному Мы скликаемся к экипажам Чтоб наше собрание Поехали к тому Что надо личный состав Еще увеличить на пятьдесят человек Ну мы пока против Ну Согласно Штатной остановке Не знаю Но пока против Надо что знать Сейчас Канада финансирует То Австрия А потом раз И начнут Местные бюджеты финансировать Какие отделы Работают патрульные полиции? Внутри управления патрульной полиции Двенадцать отделов Ольга, Данил Закройте дверь Это Такие отделы Как Отдел Осброения Отдел Материально-технического Забеспечения АйТи Виддел Виддел Автогосподарства Виддел Инструкторингу Кадровый Виддел Дальше Виддел Безпеки дорожного руха В секторе Росшуку Тодезнания Росшуку чего? Росшуку Тодезнания Да Непосредственно Занимаются По Росшуковой ДТП Это когда человек скажет, что ДТП И сбился с места прочности А как связывается с этим отделом? Оформление Что-что? Кто у вас в этом отделе? Как связывается с этим отделом? Я не могу вам напрямую дать нам Отличный телефон Не Я думаю Отличный телефон Служебный телефон Нам бы хотелось А у нас нет Нам бы тоже хотелось Но, к сожалению, мы не выйдем Безпеки телефона Есть только 102 У вас Неправомирно вашу машину может Кто-то там Пашкотов Телефонует на 102 Так что у тебя машина День По поводу По поводу ДТП с уходом Под камерами Магазина АТБ Больше чем есть Уже Больше 6 дней А по адресу? Магазин АТБ На 7-м микрорайоне Была ДТП с уходом Да Повредилась машина Фонда Астрова Повредил Ушел ДТП с уходом А я думала Умер он и ушел Думала Умер человек Он по-могному называется На войне груз 200 Здесь с уходом Думала Что такое? Хорошо Я задам вопросы Так Какое штатное расписание патрульных полицейских? Это можно прокуратурно писать 30 минут Патрульных полицейских Которые выпустились В городе Харькове И заступили у нас на службу 146 было На данный момент 144 Кроме патрульных полицейских У нас работает аппарат В аппарате у нас примерно 30-35 человек задействовано По штатному расписанию По штатному расписанию Сейчас тяжело сказать конкретно По количеству людей Потому что некоторые люди Как и Екатерина Откомандированы еще То есть еще Идет процесс перевода людей С отдела полиции В МП Что касается аппарата Какое количество надо аппарата? Есть у вас Сколько планируют Сейчас 200 должно быть У нас по штату По штату Должно быть 240 человек Это патрульная полиция И с аппаратом есть То есть у вас никому На сегодняшний день Да На сегодняшний день У нас Меньше немножко На сегодняшний день У нас около 180 человек И это учитывая тех Которые еще не перевелись То есть по штату их нет Причем мне сложно назвать То есть официально Есть или нет Эти люди Так Кроштарное расписание Есть Работают ли камеры В городе Рубежном Если нет То почему? Не могу ничего сказать По камерам Потому что установка камер Мы не занимаемся Доступа к каким-то камерам В городе Рубежном Мы не имеем Это военная тайна Значит Еще не установили Но мы же выиграли Про образовскую программу И выделили людей Ну я слышал Да Про программу Мы как бы занимаемся В городе Рубежном В городе Рубежном В городе Рубежном При возможности Нам дали доступ В плане наблюдения Чтобы у нас в дежурке Тоже была эта картинка Нет Это будет находиться В полиции В городе Рубежном Я думаю Я думаю Что мы как бы стараемся Чтобы у нас было Потому что мы патрулируем Все-таки города И для оперативного реагирования И там В городе Рубежном Аварийно-опасные участки И самые опасные По количеству преступлений По аварийно-опасным Это улица Менделеева И Вызвал Италиев Там наибольшее количество ДТП с потерпевшими И такая информация В основном Они там Ну в большей степени Почему-то там ДТП во вторник происходит А перекресток имеете в виду? У нас не такое Да, да Ну в самой улице Перекресток Это то, что у нас По нашим данным Что касается По Преступлениям По преступлениям Это вопрос К отделу полиции Вашему Потому что они Непосредственные преступления Тихо Призовом Кена 102 Обязаны не приставляться в диспетчере Механизм воздействия на кассы На вашу просьбу Обязан представить Механизм воздействия Опять же Горячая линия национальной полиции То есть То, что находится выше Все звонки на 102 Еще раз повторюсь Фиксируются Поэтому я не думаю Что кому-то там уйдется Удастся уйти От ответственности Если он не выполняет Так При какой ситуации Могут на правонарушителя Надеть наручники И применить Другие спецсредства Это у нас Интересный вопрос Заходы примусу Наручники при задержании Стаття 45 Украины У нас полиция Он сказал Задержание Чего? Если на 48 Пока Как вы видите Задержать? Что за Maximum За пакана И наручники И за убийство И за грубость По задержанию Есть административное задержание И задержание Человека Под Schedul По административному задержанию не могут надеть наручники, по административному задержанию? Это называется полиция. Согласно закону у нас полиции, застосовывание специальных засобов, тазанных засобов примусов. Полицейские для забеспечения публичной безопасности и порядка, застосовывая специальные засоби, вызначенные этим законом. Порядку? А если я не нарушаю порядок, какие мне наручники? Нету безопасности. Если вы не нарушаете. Я говорю то, что мне интересно. Если к вам применили спецслужбства не согласно этой статьи 45-й, то уже полицейский нарушил свои должностные обязанности. Тогда он будет жаловаться, будет разбираться по каждому применению. То есть я уточняю, чтобы мы все понимали. Если я представляю опасность окружающим и полицейскому, допустим, как они административные какие-то претензии. Два типа наручника мы отдельно рассмотрим. Право заставивания специальных засобов, конкретно, вот четко, как в законе написано. Кайданки, троинщий засобов, умножение врухомости, застосовывается. Конкретно по наручникам. До особой, как я предозвусь в чинении криминального правопорушения, как чинить опер полицейскому, або намагается в тык-тык. Понятно. Это уже забирают. То есть при криминальном и чинит опер. Да, чинит опер, або намагается в тык-тык. А как написано? Написано в чинении криминального правопорушения, то чинит опер полицейскому. То есть там не обязательно. Только криминальное правопорушение. Только криминальное. До особи, яка предозрюется в чинении криминального правопорушения. Это чинит опер. Только криминальное правопорушение. Мы идем дальше. У нас вопрос к административному. Мы идем дальше. Під час затриманья особи. Б. Это. Під час затриманья особи. Затриманья мы определить, сколькие могут быть. Административное задержание. либо же у подозрения. При административном задержании полицейский обязан сообщить близкого родственника вашему, естественно, сообщаете вы, то есть когда полицейский просит вам сообщить номер кого-то от родственника, чтобы вы сообщили, что вы задержаны. Это раз. Второе. Б. Зачитать вам ваши права. Перед применением спецсредств наручников обязан сообщить на основании чего, то есть и сообщить о том, что будут применены спецсредства. И сообщить центр вторыми юридичную базу платную допомогу. Вот о том, что мы говорим. Наручники могут применяться на протяжении двух часов, не более. То есть, конкретно если наручники одели, не более двух часов. Дальше обязанности административное задержание длится не более двух часов. При административном задержании обязательно должен быть составлен протокол оборудование. Центр бесплатной допомоги должен сообщить полицейский. Да, мы сообщаем. Полицейский звонит. Процедура у нас такая. Полицейский набирает дежурку нашу непосредственно и дежурник уже сообщает центр вторыми юридичную базу платную. И только после этого одевают наручники? Или сначала одевают, а потом вся эта процедура? В зависимости от ситуации. Тут все происходит по ситуации. Если человек агрессивный, то на себя ведет и по-разному. А если человек не агрессивный, то зачем он наручники одевать? Ну, как правило, и не одевают. Так. Під час ковиновивания доставлення затриманного обо заарештованного. Якщо особа своими небезпечными диями может завдати школу судьбе або оточуючим. Проведение процессуальных дий з особого в опыте, который уже не может створить реальному поскольку оточуючим огос убить. Это то, что касается вот все пункты. Их у нас 5 по применению наручников. Дальше. Идут у нас гумовые та пластиковые кики, застосовываются для... Ну, палка резиновая, МПР, который у нас у наших полицейских. Ветбитя нападу на полицейского, иншу особу та объект, еще перебивая під охороной. Затримане особой и корченила правопорушений и причины из-за непокора в законе и вынуждения полицейского. Препинение группового правопорушения громадского порядка или массовых заборушений. Все. Передик вычеркнен. Далее. Засоби споряджения речовинами слезобильных и древних действий используются для... Это непосредственные баллончики. Ветбитя нападу на полицейского, иншу особу та объекту, что перебивая под охороной. Препинение группового правопорушений, громадского порядка или массовых заборушений. Все. Два пункта, только вычеркнем переглядно. Засоби примусового зупинки транспортного засоба застосовываются для примусового зупинки транспортного засоба водея, которое не выполнено в законе мирового полицейского, что до зупинки транспортного засоба, або, если действует водяя транспортного засоба, то стоит загрозить жизни и здоровье людей. Тут уже идет о применении оружия для остановки транспортного средства. Идем дальше. В какой ситуации патрульный может применить оружие? Что для патрульного опасность? По каким критериям это определяется? У нас есть понятие «застосование зброи» и «выкористание зброи». Есть четко перечисленные моменты, где полицейский может застосовывать зброю и моменты, где может выкурисовывать зброю. 46-я статья закона Украины национальной полиции. Теперь еще, я не знаю, будем зачитывать или нет. Что для полицейского опасность? Вы не зачитывайте своими словами, скажите, что для вас опасность, чтобы вы понимали. Если человек направляет оружие. Если человек хочет посмотреть у вас номер жетончика и полицейский кричит «не подходите», хватается за оружие и говорит «я сейчас буду стрелять». Это представляет опасность. Вот я подхожу, у нас конфликт. Я подхожу, говорю, представьтесь, он не представляется. Я хочу подойти и посмотреть его жетончик. И он тут же хватается за кобуру и говорит «не подходите больше чем на 3 метра, чей там на метр буду стрелять». Я говорю, что в самом деле? Это я вам говорю то, что было. Мы все говорим, что прошло именно у кого-то. У нас все написано. Вот эти вопросы здесь. Может быть, они кажутся немножко глупы и наивны, но это все то, что собралось из жизни. Это вам, ну, не мимо, конечно, вас там что-то советовать. Но я так вам думаю, что надо вот эти все вопросы лично с личным составом проработать и сказать на недолики те, что они, то что происходит, когда нет у вас. Всегда не включают камеру, надо выключить, надо выключить, это тоже факт. И я хочу так сказать. У нас аналогичная ситуация была и с работниками еще милиции. Вот когда они приходили, они не представлялись. И мы точно так же вот устраивали такие круглые столы из Паращенко. И дошло до того, что мы просто вот все вот эти недолики, вы же не будете их знать. Это мы их знаем, понимаете? Нет. То есть это все в ваших как бы интересах. Вот на все этот каждый вопрос проработать и поставить. Но я не говорю, что на вид, но проработать и сказать, что так работать нельзя. Это полная дискриминация всей вашей системы. По этим моментам, поверьте, мы работаем постоянно. Я хочу, чтобы вы поняли. Это вопросы не просто мы сидим в общественный совет, давайте сейчас что-то придумаем. Нет. Это то, с чем пришли люди. Я вас понимаю, я вас слышу всем этим вопросом, у меня все эти вопросы есть. Поэтому, что для полицейского, когда он может достать пистолет или шокер, электрошокер и сказать. Все, это опасность. Но это не опасность, когда человек хочет подойти и посмотреть. Причем же он не представляется. Правильно я понимаю? Насколько я могу подойти к нему? На метр, на полметра. Есть вот так. Он говорит, больше, чем на три метра, там подходить нельзя. Да. Застосование вагнепальной зброи, это в крайних випадках. Вас повинны были попередить, сказать, не подходьте, будь ласка. Ну, знаете, ну, понимаете, я ж не могу знать, что у вас есть на улице. Я так скажу, к вам не было бы, до вас не было бы застосовывал Непальню зброи. Извините. А может он курился или отпился? Я думаю, он за ее застосует, если за нее хватается. Давайте не будем. Ну, что не будем. Курился, отпился на смене. Ну, нет. Ну, всякое бывает. Ну, всякое бывает. Не было бы, не бывает. Не, ну, такое время. Сперетически. Может быть. Сперетически. Ну, перекручиваем, тогда будет все скоро. Я уже не буду. Надо быть очень осторожным. Молодой человек застрелил. Ну, всякое может быть. А зачем тогда играться? Он находится на службе. Он взрослый мальчик, да? Я взрослая тетя. Буду так говорить, да? И хвататься за пистолет не бывает. Я ж не детском саду. Послушайте. Цю ситуацию, которую вы сейчас описываете, это не то, чтобы извините эту человеку, а притягнуть ее до ответственности. И там же будет суд решать, для какой ответственности будет притягивать эту человеку. Я вам хотела сказать. Я, на жаль, не мала смогла подготовиться к этой событий, потому что я познакомилась очень поздно, за пів годину до нашей встречи. Но как человек, как гражданин, я тоже хочу. Я тоже не люблю пафосы. Я терпеть не могу. Будем строить новую страну, давайте там. Но я тоже этого не люблю. Я доросла людина. У меня... Попустим этот момент. Мы все хотим жить в сучасной правовой державе. И патрульная полиция, это полиция, ну, структура полиции, видела, який перший пройшов в реформу якусь. До патрульных притягнуто найбільше уваги. Зараз. Уваги суспільства. Ну, потому что и патрульные полицейские, они и першими прибиваются на месте подъем. Они больше за всех слухуются с немодианами. Ну, так оно и есть. И... 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 Я... Я... Хочу поднимать слова. Так, чтобы оно было, ну... Нарезало слух. Я вважаю, что не только на нас покладена ответственность, у побудови такой новой держави, но и на всех гражданах. Якщо вас неправомірно образить, або, як описывала Ольга Данилівна, с ситуацией, это уже... Ну, это уже... Ну, это уже великое правопорушение. Для того, чтобы, ну... Цим диям, якось, передбачати це. Тому у каждого из нас есть другая какие-то вопросы. Я, как мама, мне не подобается, как в школе. Я, наприклад, нещодавно разговаривала з вчителькой своей дитини, сказала, чтобы она не писала червоною ручкою у щоденнику. Но я знаю, что так воно и есть, потому что есть новые правила. У щоденнику не могут писать вчителя червоною ручкою. Особливо, там, те, что завтра до 11.30 заняття. Ну, не подобается мне открывать щоденник и бачить там... Я думала, что моя дитина что-то таке погано робит, а там написала, что до 11.30 заняття. Я попросила, что она больше этого не делает. Кожен из нас має вимагать и знать свои права. Но это должны быть факты. А не так, чтобы мы собирались, а знаете, вы все таки-таки-сяки, и милиция така-сяка. Да я знаю и очень много ДПС, и очень хороших людей, и ГУНП очень хороших людей, и те, кто старается, и с патрульной полиции. Ну, если есть конкретный факт, давайте сразу его регулировать. Чтобы не было таких вопросов, чтобы они не собирались друг на друга, а вот так вот, знаете, не посмехались как-то так недоброзичливо. Мы не с этого посмехаемся. Значит, смотрите, подожди, Елена, подожди. Во-первых, я хочу сразу поставить вопрос думай-требром. Во-первых, мы вас не позвали и не сказали, что вы плохие. Если бы мы хотели вас позвать и сказать, какие вы плохие, мы бы заранее не написали вам вопросы. Мы специально вам выслали раньше вопросы, чтобы вы были как-то к ним подготовлены, чтобы вы ни в коем случае не чувствовали, мы не собирались вас тут как-то унизить или принизить, или сделать, то есть если бы мы хотели сказать, какие вы плохие, то тут бы было минимум еще человек пять, Любовь Александровна, не дать сбрехать, которые бы вам задавали такие вопросы и просто был бы бардак. Мы хотели именно этот круглый стол для того, чтобы найти взаимо какое-то понимание. Во-первых, никто вас ни в чем не обвиняет. По поводу того, что вы говорите, что это выглядит как сплетенно, сразу реагировать, я не хочу много говорить и это будет пафосно. Поверьте мне, пускай это будет даже пафосно, но я думаю, имею моральное право это сказать. Что я как представительственного совета, есть на что реагировать. Если я буду реагировать, если бы он меня достал, может быть, и стрелал ноги, я бы реагировала. Просто когда стоишь утром, не знаешь, на что реагировать. Кроме моих личных проблем, есть еще проблемы города. Может это тоже пафосно сказано, может надо уже и скручиваться. Теперь смотрите, вы говорите, эта ответственность лежит и на нас. Так, по-моему видно, что она на нас лежит, мы как ответственные громадяне. Громадяне граждане украинские, не знаю. Громадяне. Да. На Азировском. Мы же к вам, гляньте, как поработали, вопросики вам написали, мы вас пригласили. Это же позиция гражданская, мы же бесплатно, мы же не за деньги. Вот это наша позиция, как мы видим, чтобы... Позиция патрульной полиции следующая. Когда вы пробиваете колесо в автомобиле, вы же не едете на автомобиль. Поэтому, когда у вас возникают вопросы с патрульной полицией, пожалуйста, обращайтесь сразу к нам. Они будут разбираться конкретно, конкретно. На 102 тут же перенаправляют. Вот это же мы теперь выяснили. Смотрите, вот это мы выяснили алгоритм наших действий. Раз. Вот, например, он достал... Вот когда я увидела, вот это все, что происходит, да? Ну, я не знаю куда. На 102 позвонили, вызвали. Приехала местная, мы написали заявление о преступлении, потому что не составляли протокол. С 4 дня до 10 утра не был составлен протокол. И когда в 10 утра следующего дня служба исполнительная принесла бумагу, что машина находится на хранении, то, извините меня, когда ваши товарищи попросили дать этот акт, то служба исполнительная попросила у ваших товарищей протокол. И те сказали, а у нас его нет, мы не составляли. Они говорят, а как же мы вам дадим акт без протокола? Вы хотите взять бумагу, в ответ ничего не дать. Ну, и так они долго там созванивались, начальникам дали. Я хочу сказать, надо начинать же с себя. Вот я вызывала, например, подруглых на то, что не было... Я хотела, чтобы на меня составили административное... У меня аж нарушение административное. Протокол не составлен был. Это вот мы... Какой административный? Ну, это все защадный банк. За этот защадный. Какой административное правонарушение? Ну, нам сказали, нам зачитывали все административное правонарушение. Наши права и боясь... Поэтому давайте мы это все опустим, сделаем, да, идем дальше. Давайте разберемся конкретно по оружию, все-таки зачитаю. Давайте. Моменты, когда можете... Да, 7 моментов застосования. Полицейские, упоминавшенные военнятковые выплаты, застосовывайте мукупальную сброгу. Первое. Для выпитя нападу на полицейское обращение в его семье в выплату загрозы ихнему жительшим здоровьям. Для захисту посетов от нападов, что загрожа ихнему жительшим здоровьям. Для извольнення заручников, анализов, которых около позбавлено воля. Для выпитя нападу на объекты, что перебывают под охороной, живые и не живые примещения, а также извольнение таких объектов в разе их захопления. Для затримания особи, яку застали під час вчинения тяжкого або особливо тяжкого злочину, и яка намагается втекти. Для затримания особи, яка чинить збройный опер, намагается втекти из-под варты, а также озброеною особи, яка погрожа застосованием зброи и других предметов, что загрожует життю и здоровью людей або полицейского. Для затримания транспортного засоба шляховного пошкоджения, если водитель своими действиями створит загрозу життю и здоровью людей або полицейского. И в случае использования вогнепальности. Табельная вогнепальная зброя может быть использована для подания сигналу тревоги або выпуска допомяжных сил. Собака нападает либо на людей, либо на полицейского. Я, например, вчера шла на полкарщик и что было делать? Наталья Павловна. Так, девочки. Подождите, сейчас. Вы все закончили? Нет. Нет, по поводу оружия. Подождите, давайте по очереди. Девочки, Наталья Павловна. А вы не знаете оружие, когда уходите со сменой? А в каком-то разе он может защитить свою, захищать свою семью? Да. Она предметабельная вогнепальная зброя может быть и выдано на постельное носение. Это же закон касается полностью всей национальной полиции. Некоторые оперативные сотрудники ходят постоянно с оружием. Тут вопрос не регламентирован. В служебном посвящении написано только то, что имеет право носить. Там не прописывается номер. Так у нас все вопросы? Нет, мы еще так же. Так, мы закончили на оружие. Сколько процентов работников полиции имеют юридическое образование? Около 30% и около еще 15% сейчас проходит обучение в Харькове. С высшим образованием 60%. По какой причине на улице города Рубежного ведут патрульные экипажи ДПС? Кто отдает такой приказ? Мы не имеем никакого отношения к ДПС. Мы подчиняемся напрямую департаменту в Киеве. Поэтому... Совместно с вашими патрулями? У нас производились выезды. Я могу сказать, что они выезжали по... Скажем так, с указаниями руководства национальной полиции. Вот вы вместе через безопасность дорожного движения. Именно в офисе украинской миссии. Да, это по всей Украине так было. А сейчас, на данный момент, если вы видите экипажи ДПС, то вам нужно обращаться с информационным западом до УМС. Они уже могут дать ответ. А запас может быть письменным, а вы будете усыны. А скажите, если существует, допустим, сегодня останавливаясь горить, да? Я сразу могу где-то узнать, позвонить на какую-то горячую линию на стой тварь, чтобы идет какая-то ориентировка или какая-то отработка какой-то там... На ДПС ты можешь позвонить. Вы можете позвонить, но я не... Ну, я думаю, что вам не ответят сразу. Ну, по-правильному, вам нужно информационный запрос нормально направить, тогда вам будут ответ письменные. Было ли отработка, и прямо называют что-то. Ирина, господи, подойдете ко мне, я вам дам... Мы вас научим куда-то. Значит, на последней встрече прямой телефон начальника сказал, кто будет стоять, звоните и все. Потому что подойдете, и Запад это долгая история. Это нереально просто, в наших условиях у нас война. Пока делаешь Запад, все, завтра граната. А то, чтобы до публичной информации, что в течение 5 дней, у них такую не маску не может такого быть. Не, она есть, но нам те доступы, какие вы не дадите, вы нам не по три дня. Хорошо, давайте, да, что у нас еще. Давайте, что у нас еще? По вашим вопросам все. У вас письменное видео, он сказал, что мы дадим 15-й. Все. Все, сразу даю ремарочку. Вот это вот вопросы, которые мы составили. Ну, сейчас у нас уже, это людям, скажем, присутствующим. Значит, когда нам дадут письменный ответ, все, кто захочет, там же подпишут, что кто там. Да, кто захочет, может при себе иметь. На всякий случай. Это очень полезная будет информация, да. Это вот так вот работает. Громадскисть помогает полиции войти в нужное русло, если угодно. Давайте, какие будут вопросы? Вы будете какую-то информацию нам давать? Вы хотите нам что-нибудь сказать? У вас ничего нету, к нам. Обратите. Обратите. Ну, пожалуйста. Давай. Ну, тут раз по поводу, что говорить, не говорить. Если останавливать и спрашивать, есть ли оружие, если у человека револьвер Флобера есть, обязан ли говорить об этом? Ну, это же оружие, конечно, обязан. Ну, это же оружие, которое не требует никакого разрешения. Ну, это, я думаю, спортивное оружие. Спортивное оружие. Пистолеты под патронами Флобера – это спортивное оружие. Это считается оружием? Или нет? Ну, если вас спрашивают. Ну, это не считается огнестрельным оружием. Это не травма оружия, а огнестрельное. Вот вы понимаете, вы должны вам это уточнить? Ну, вот револьвер. Травматическое, например, или спортивное. Нет, травматическое. Почему нет? На вопрос. Почему нет? Он хочет ответу совершать. Ну, надо, я обязанно говорить. Если, например, я не сказал, потом… Начали и начали. Если они увидят вас, они просто попросят, если травматическое разрешение на травматическое. А если это Флобер, ну, как бы уже полицейский, он предмет похожий на оружие. И сказать сейчас, что это пистолет Флобера, так как вы не обязаны иметь каких-либо документов, да, то есть… Ну да, на него дело не нужно. Вот. Поэтому тут может быть вызвана следственная оперативная группа, этот пистолет изъян, правильную экспертизу и тогда установлен. То есть ответ надо сказать, что у тебя есть оружие, правильно? Желательно, чтобы вы прямо сказали, что у меня есть вот вот такой вот пистолет Флобера, который вот заряжается так вот, показать, что это действительно 4-5 миллиметра, а не… То есть если ты не скажешь волокита, долго я назад забрал. Лучше скажи… Лучше скажи… Лучше сказать по-украински – культура спілкувания. Культура спілкувания должна быть не только со стороны полицейских, но и со стороны нас. Если нас остановит полицейский, Львов Александрович, а мы едем на работу и опаздываем уже психуем, и нас просто остановит полицейский и скажет доброго дня. Доброго дня до полицейского. Полицейский говорит доброго дня. Вы говорите доброго дня. А не вот так открывши… Ребята, значит культура спілкувания, хоть вы и мали, или не мали, это полицейский. Он также на работе, и я на работе, и мы на работе. Это культура спілкувания. Из этих 32 вопросов 22 были связаны с культурой спілкувания. Мы не умеем, ни полиция не умеет спілкуватися, ни мы не умеем спілкуватися. И мы тоже не умеем спілкуватися. То есть прежде всего, перехожу на Россию, прежде всего это культура, это умение разговаривать. Ни полиция не умеет, ни мы. И поэтому, значит, когда нас останавливает полиция, да, может быть и не понравилось мою лицо, но остановили. Я спешу, и он на работе, и мы должны вот переступить вот это все, и, ну, вот разговаривать, уметь вот разговаривать. Из-за этого всего, вот мы сегодня сидим, мы что, хотим сказать, что у нас не должно быть полиции? Да кто это хочет сказать? Она должна быть. Это вообще, нет, не нравится. Там переберем, а что переберем? Ольга Даниловна, я слушала всех. Но зачем вы переберем? Ольга Даниловна, давайте, я слушала всех. Что мы хотим сказать? Ура спелкувания повинна быть между полицией и между нами. Я знаю, что мы, значит, мы вот здесь, на Донбассе, мы не умеем общаться. Мы все привыкли. Не говорите за себя. Да, это я была только за себя, пожалуйста. Хорошо. Ты за эти вопросы все голосовал. Я не умею общаться. И все остальные. Я не умею общаться, хорошо. Но, значит, надо учиться. И не было бы вот этих вопросов 20 из них, если бы мы умели общаться. Вывод. Ваше предложение к тому, что вы сказали. Какие предложения? Мое предложение следующее. Значит, давайте будем взаимно вежливы. У нас отпадет очень много вопросов между нами и полицией. Ольга Даниловна. Ну, мы согласны. Мы согласны. Давайте сделать маленькую ремарочку к предыдущему выступлению. Это вы зря. Нет. Я хочу сказать, что в какой-то степени я согласна с то, что сказал предыдущий оратор, но каждый водитель по-своему психолог. Когда подходит тебе полицейский, и если он тебе доходит, подходит и скажет, шановна, доброго рангу. Ты так и ответишь. Доброго рангу. А когда он подходит, капитан Петров, ваши документы. Вот тогда, понимаете, поэтому в этом отношении вы не правы. Как вам откликнут, то есть как вам скажут, так вы и откликнут. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мне очень понравилось выступление девушки, не знаю ни звания, ни имени. Депутат полиции, депутат Карина Павловна. Очень приятно. Говорил Карина Петровна, депутат городского совета. Мне очень понравилось ваше выступление. Вы очень правильно все говорите. Вы учитесь. Мы за то, чтобы молодежь входила в наши ряды, и за то, чтобы вы строили новую страну, новую Украину. Наше вот это немножечко, ну как я говорю, красительское, ну в общем, союзного значения наше мнение людей, что все всем обязаны, оно все равно у нас присутствует. Мы считаем, что там кто-то что-то обязан делать и так далее. Слава Богу, у нас есть в стране реформы. Слава Богу, пришла полиция. Слава Богу, вы учитесь. Да, надо учиться и нам. Но у меня есть предложение. Для того, чтобы всем нам учиться. Для того, чтобы было легче вам. Для того, чтобы люди наши что-то понимали и в первую очередь понимали вас. Давайте, чтобы у нас в городах вместо Бегортов, Константинчука или какого-то там еще Чука, висели лозунги, призывы к правильному обращению и общению между вашими и нашими. Полицейский должен уважительно, ну примерно говорю, полицейский должен уважительно относиться к жителям города, жителям Украины. Граждане, вы должны уважать друг полицейских. Понимаете? Вот такое должно быть. Культура спелкувания. Вот такое у нас должно быть. Не культура, а научиться нам еще этого. Еще хочу сказать маленькую ремарку к этому всему. Думаю, все согласятся. Давайте так, реально посмотрим на вещи. Давайте, ну мы же все адекватные люди, да? Значит, выглядит так, что приезжают полицейские и на них такие агрессивные люди наезжают. Давайте скажем честно. Каждый человек нормальный, адекватный, видя человека в форме, он реально сначала его, ну извините, боится. Совершенно верно. И не надо рассказывать, какие несчастные полицейские, какие тут агрессивные люди. Люди начинают выражать свою агрессию и так далее, когда они видят безнадегу и начинают защищаться. Любой человек нормальный, сначала он даже может его не уважать, но по крайней мере, он его боится. Но новую полицию изначально, когда она появилась, нет. Не надо перебивать. Но говорите вы, что нет. Нет, нет, просто маленькая ремарочка. Вот как вы сказали, боится. Я хочу сказать, почему просто. Дальше. Так вы мне не дали сказать, у меня простите. Он больше прав. А у нас и да. Ну дальше продолжайте, вы, что хотели сказать. Не прав. Не обижайтесь. Не прав. Не обижайтесь, вы меня перебили и не дали сказать, что я хотела. Это ничего страшного. Продолжайте. Продолжайте вы теперь. Ну есть такое еще, я вам сейчас скажу, знаете, есть такое, не знаю, пословице или что, уважать вы меня не обязаны. Но относиться уважительно – это ваше воспитание. Так вот у меня предложение к вам, давайте научимся уважать друг друга. То ли это будет через средства массовой информации, то ли это будет… Иначе он должен быть полицейский. Правильно. Они должны уважать… Понимаете, что относиться… Секунду. То, что я сказала вот на Наталье Павловне ответ, то, что когда подойдет тебе полицейский, это патрульная полиция или просто гаишник, и когда он тебе по-человечески подойдет, ты ответил и поехал спокойно. Понимаете? А когда он вот таким образом к тебе отнесется с пренебрежением… Вот в этом. Вот это самое главное. И тогда уже и работаешь целый день так. Понимаете? И вам так работать, и нам так работать. Поэтому у меня вот такое предложение. Спасибо. Полностью с вами согласен. Просто хочу отметить то, что уважительно к вам относиться – это их обязанность. Корень зла нашли. В чем проблема? Все начинается… Проведите работу. Да. Таким пунктом что должны. Потому что некоторые пришли… Года проводится постоянно. Она не просто проведите. Она проводится постоянно. Некоторые пришли… Вот как вы, допустим. Вот вас видно сразу. Почему? Вы… У вас… Ну расположение такое. Я психолог по специальности. Ну не важно. У вас расположение. Вы работаете с аудиторией. Понимаете? А есть, которые закроются и сидят. Так вот так, чтобы они открывались. Они сидели как сурки в своем обществе. И некоторые пришли в полицию для чего? Правильно? Есть такие? Есть. Ну, некоторым полицейским, мы же должны понимать, тоже сложно общаться. Не все люди открыты, не все коммуникабельны. Вот в чем, как бы, такая вот заводочка. А по поводу работы по коммуникации, постоянно работать. По гражданам… Ну, то есть, я нормально все понимаю, сейчас ничего не отрицаю. То есть, конкретно, полностью согласен. Уважение с той и с другой стороны, оно обязано присутствовать. Тогда будет хоть какое-то понимание. Но почему… Вот я хочу сказать, что нужно начинать, как бы, с самого себя. Вот как бы там ни было, на какие бы вызовы и ситуации я ни приезжал, я стараюсь вести себя уважительно. По отношению ко всем абсолютно гражданам. Не важно, что этот гражданин делает в тот или иной момент. Для меня он гражданин. У меня есть четко обязанности, прописанные, что и как. Это вы говорите, как общаться. По поводу права полицейских абсолютно неправы. У них очень много обязанностей. А прав каких? Я могу просто привести пример, что за оскорбление полицейского на сегодняшний день, если вы его будете оскорблять материнными словами на протяжении часа или полтора, предусмотрено… Административная ответственность. Да, в размере 51 гривны штрафа. Как вы считаете? Нет, 50 гривен. У меня соседи вызвали полицию, три часа стоит полицию матерят, а полиция стоит вот так руки упустила, и ничего не может сделать. Это права полицейские. Два наркомана. Понимаешь? Но при чем тут два наркомана и, допустим, до нормальных людей? Они же есть. Под влиянием спиртных напитков нормальные люди становятся ненормальные. Тем более, что вы же понимаете, каждый человек под влиянием тех же спиртных напитков видит мир немножко по-другому. И где он прав тоже в этих ситуациях. Просто я хотел бы обратиться вот ко всем. Если есть момент, что нужно начинать с себя. И в любом случае всегда нужно оставаться человеком. Есть такая пословица, которая гласит, что для того, чтобы спорить с собакой, нужно стать на четвереньки. И при этом, если вы культурно воспитанный человек, то не важно, как вам. Важно, как вы. И если с их стороны есть нарушения, то поверьте, есть органы. И никто у нас, у нас нет такой позиции, ни у начальника, ни у меня, ни у второго зама, ни у командира батальона, что мы кого-то будем выгораживать, кого-то будем оплазивать. Зачем? Мне с этими людьми работать дальше. И что я постоянно буду кого-то выгораживать? Зачем? Я не вижу в этом смысла. Я руководитель. То есть, либо человек делает проступок. Мы с ним проводим определенную работу. Он исправляется, он хочет идти куда-то дальше. Он хочет меняться. Он хочет соответствовать званию полицейского. Либо же он не исправляется, но тогда, наверное, мы с ним прощаемся. Потому что... Зачем нам постоянные жалобы? Он создает авторитет. Я постоянно говорю это своим подчиненным, что один человек своими действиями просто... Да, да, на всех. Понятно? Можно сказать, плюет, не плюет даже. Сводит на смарку труды всех остальных. Вот когда они стоят... Почему? Я их тоже учу. Смотрите, ребята, никогда нельзя говорить на человека на ты. Даже если этот человек стоит перед вами, весь грязный, извините меня за выражение, в сильном алкогольном опьянении, вытворяет непонятно что, но при этом вам нельзя обращаться к нему на ты. Многие сразу же, ну а почему? Он же культурный, ну он не воспитанный и то, почему даже мне на ты не заскать. А потому что со стороны стоят граждане, которые наблюдают. И важно кто вы, а не важно кто он. То есть человек совершает административное правонарушение, у вас есть кодекс. Да, я понимаю. Ну и мы вот с этим сейчас работаем, я думаю, что будет какое-то уже встречение по законодательству, потому что это тоже 51 гривна. Поверьте. Просто некоторые граждане даже на это внимание не обращают. А еще есть какие-то вопросы? Да. Смотрите, вот полиция работает в городе у нас уже, я так понимаю, с июня 16-го года, да? С 22-го травмы. Даже с мамой в данном случае. И в законе о полиции мы нашли такую фразу, которая говорит о том, что прежде чем начать работать, сотрудник полиции должен получить определенный сертификат или аттестат для работы полиции. Так вот скажите мне, все сотрудники полиции прошли сертификацию? Все, кто работает, да. Те, кто проходили именно обучение в Харькове, 146 патрульных, все по окончании вот этого обучения получили сертификат. То есть они имеют право и применять спецсредства, как написано в законе, да? А человеку нельзя выдать спецсредства без обучения. Да. То есть, ну как? Знаете, пользуйтесь. Человек должен знать, умеете сдавать тесты. Ну, поэтому я и спрашиваю в данном случае. Я почему задаю этот вопрос? Потому что я предполагаю, что для того, чтобы получить сертификат, сотрудник полиции обязан знать закон. Да. Да. Тогда из этого вытекает другой вопрос. В своей жизнедеятельности я частенько бываю в районе центрального рынка, где сотрудники полиции стоя на газонах вставляют протоколы для нарушителей правил дорожного движения. У меня поэтому возникает вопрос, имеют ли они сертификат? Они имеют право, нарушая закон, составлять протокол. Честно, знаете, какое серьезное определение у газона? Знаю. Он ограничен. Газон ограничен бордюром и на нем растет трава. В данном случае. Там все намного сложнее. Хорошо. Давайте выясним сразу. Что такое газон? Давайте выясним сразу. Я даже его не могу. Давай пиши. Газоном это рано. Какая статья? Нет, поэтому сейчас... Давайте договоримся. Есть вот тут контакты, мы оставляем. Если есть такие случаи, скажем так, здесь криминала нет, но неприятно. Правильно? Поэтому я бы вас попросил. Если вы такое видите, пожалуйста, сфотографируйте, позвоните. Мы разберемся. Если это повторяется, что они приезжают, останавливаются. То есть... Потому что, понимаете, единоразово это может быть... Была необходимость. Негде поставить. Была необходимость. Остановили. Приезжайте, пожалуйста. Возначение газона. Тем не менее, это хорошо, что составляли протоколы вокруг... Понимаю. Я понимаю. Станьте на... Не составляет. Любовь Александрович, я не соглашусь. На освободителей. Вы, как депутат, посмотрите, знак, что стоянка запрещена, стоит на перекрестке Менделеев освободителей 300 метров. Но когда люди отъезжают от магазина Матрешка, от энергосети, поворачивают влево и идут по освободителям вниз, они не видят этот знак. Они останавливаются. И здесь же выскакивает потрудная машина и сразу составляет протокол. При этом заранее... Но сейчас ты не поворачиваешь на энергосети. Прекрасно. Никого нет на Крупской. Вы не поймете, что если, допустим, от Матрешки с энергосети я выезжаю с Крупской на освободителей, поворачивая влево и идут вниз, знак у меня, что стоянка 300 метров запрещена, стоит даже на перекрестке, на артовокзале. И нас патруль заставляет считать 300 метров. Ну так определитесь, поставьте еще один знак. До первого перекрестка. Или до первого знака. Ну там 300 метров. Но мы-то его не видим, этот знак. Можно я вас перебью по знакам, по разметке и знакам? Патрульная полиция не занимается установкой... А я не вам говорю, я говорю депутату. А вы штрафуете людей. Давайте по поводу знаков. Конкретно вы имеете право, если вы видите, что знак установлен неправильно, пожалуйста, любой патрульный экипаж. У нас есть сектор, называется сектор безопасности дорожного руку. Это тот отдел, который занимается непосредственно выездом на места, где установлен неправильный знак, где неправильно нарисована разметка, на аварийно-опасные участки дороги, где нужно установить такие знаки. Вы, как гражданка, пишите взвернение, заяву, в принципе шапка не имеет значения, на управление патрульной полиции с указанием того, что здесь и здесь установлен неправильный знак, либо же неправильно нарисован на себя. Прошу провести обследование данного участка дороги и направить соответствующее обращение. Выезжают сотрудники отдела безопасности дорожного движения, обследуют, делают акт обстеживе и направляют на властника в уличном шлифовом режиме. Вот я вам рассказываю. Это то, что мы со следствием можем сделать. Ольга Даниловна, мы моего права сработать услуги из вырнения. Вот, пожалуйста, Ольга Ивановна здесь сидит. Я постоянно, если вы поднимете запады и записи своих видеокамер, я постоянно выхватываю к этим машинам, которые штрафуют ваши полицейские, где я говорю им на камеру свою фамилию, должность, говорю за этот знак. Давайте, где установлен? Смотрите, знак установлен на перекрестке Менделеева-Озвободителя. Возле автоложала. Установлен знак. А мы говорим... Знак какой? Знак... Стоянка запрещена, 300 метров. Вот так, ну нормально. И вот сюда. Вот здесь вот возле рыбка останавливаются машины. А где-то они стоят. Здесь есть... Нет, вот здесь дорога. Есть дорога. Вот они... Дорога остановились. Одна говорит. Вот они выехали отсюда. Вот смотрите. Вот это Крупская улица. Крупская. Это... Вот этот знак здесь. Вот он на перекрестке стоит. Автовокзала. Вот здесь вот он стоит. 300 метров запрещено до перекрестка. А люди выезжают вот с перекрестка отсюда. Вот он заехал с этого квартала. Выехал. Поворачивает. Опа. Мне надо остановиться на рынок. Посмотрел знаков нет. Останавливается. Здравствуйте. Ваши люди. Я постоянно с ними ругаюсь. Я им говорю свою фамилию. Вы поднимите. Ну пусть... Сколько это было? Три недели назад. Последний раз. Когда я это вижу, я всегда подхожу и с ними ругаюсь. Они заставляют людей идти до перекрестка. Считать шаги. Где заканчивать за эти 300 метров. А раз перекресток наступил, значит действие этого знака закончилось. Но они все равно здесь наказывают людей. Несмотря на то, что здесь уже есть приказы. Хорошо. Давайте по этому факту я передам. Вы делаете запасы дорожного движения. И потом я хочу сказать по животным. Что если ваши сотрудники хотят застосовывать вот эти админпротоколы по поводу выписания. Как животные гуляют. Или где должны машины стоять. Или кто где должен как ходить. То прежде всего патрульные. Которые работают на территории того или иного города. То что они прочитали правила взагали. В частности по животным я скажу. То там в законе о содержании Украины. О содержании животных на территории городов, поселков и так далее. Это устанавливают правила. Есть общее. А есть местного значения. Так я вам хочу заявить. Что с 99-х годов правила не меняли. Разрешите. У нас на данный момент в нашем управлении буквально два дня было направлено запросы на все профсоветы по предоставлению нам правил. Вот как раз правил благоустрой по каждому. Уже вам пришли? Нет еще. Вот. А я вам хочу сказать. Что по старым правилам. А новые не утвержденные. Которые приняты еще три года назад. И которые корректировались на число 2006 года. Когда вступил в силу закон о жестоком обращении с животными. от 5-6 мая 2006 года. Вот. То на территории города рубежно. С которым я лично люблю. Чтобы приняли новые правила. Патрульные не мают права выписывать на них штраф. Потому что во-первых люди не знают. Что есть эти правила. Их уже не печатают лет 20. В газете. Они даже не знают где площадки выгула. Это нужно сюда ругаться. И пока не поменяют. Я не знаю как у них порода. Но. Они мают право на данный час гулять. Огонномодников. 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 Это я вам. И второй момент. Я хочу вас спросить. Опять противозащитного движения. 5 октября. На улице Дачная города Лисичанска. Была вызвана патрульная машина. По поводу. Жестокого убийства животного. На глазах у хозяйки. Приехала ваша патрульная служба. У меня вот такой вопрос. Может она и не мая права. Она взяла только опытование. Там опросыла. Есть в обовязках патрульной службы. На данное заявление. Которое. Человек рассказывает. Что произошло. Человек хочет изъять свое мертвое животное. Для дальнейшего захоронения. Утилизации. Мают ли право ваши патрульные. Помочь и вызвать. Допустим. Ту же сличную группу. Тех. Которых это. Они ждать 30 дней. То бишь. Он и даже. Заявление пишется. Подождите. Подождите. Дай задам правильно вопрос. Смотрите. Значит. Вызвали патрульную службу. На место происшествия. На глазах у хозяйки убитое животное. Значит. Приехала полиция. Ее действие. Что. Вот вызвали. Что. Она вызывает. Дальше. Бито каким образом. Лопатой. Лопатой. Так смотри. Ну какая разница. Мы сейчас уже не обсудим каким образом. Бито в действие полиции. Вот как я понимаю. А вы объясните. Что мы. Какобрать заявление. Опросить всех свидетелей. Вот. А свидетелей не опрошены. Не тогда. Человек тогда был в шоке. И каждый человек знает. Полиция ничего не опросила. И на сегодняшний день. Не опросили свидетелей. Уже 10 часов утра. Вызывали патрульную службу. Потому что. Два зятя. Этой женщины. Которая убитое животное. Работают в милиции. Работали. Или работали. Или работают. То есть. Это идет покрывательство. Это вопрос вопрос. Полиция изначально правильно. Ну. Все оформлено. Да. И свидетели готовы дать показания. Она не одно же вопрос. Это бездействие. Полиция. Да. Моего зоозащитника. Давай. Мой телефон. 050. 91. 83. 990. И вот мы сейчас готовим тут все петиции. Жалобы. А ваш патрульный сказал девушке. Если вы пишете на камеру. Я хочу чтобы вы это посмотрели. Что в стране война. Вы тут кипишуете за какую-то собаку. Извините. Это статья 141. Это войно. Посложенное и вкраденное. А вам так как бы это все сказать. Ну это если налаживать одно на другое. Они посмеялись от человека. Да. Хорошо. Мы уберемся. Вот. И дальше эта женщина еще обратилась в общественное совесть. И сейчас-то приехала убежная. Вдумайтесь. И я ей сказала. Говорю. Значит она расстроена. Ну как бы не опрошены свидетели. Я говорю. Пишите. А вообще тут будет следователь. Который сейчас ведет. Я говорю. Говорите ему в устной форме. Фамилии. Кого вы хотите чтобы попросили. Которые готовы дать показания. Он ей говорит. Это. Хочу пойду. Это прямо слышно. Хочу пойду. Хочу не пойду. Вы мне не указываете что мне делать. Я могу их опросить и устно по телефону. И он говорит. Я их опрошу по телефону. То есть это истнул. Человек реально это его дело. Следователь. Фу. Это вообще участковый я говорю. Которого. Если бы полиция изначально все выполнила. Правильно сделала свое дело. Да. И применила статью. Это есть уголовный кодекс. Статья 10. Не можем применять. Уголовный кодекс. Они должны были. Собрать материал. Да. А почему не собрали. Первый материал. Разберемся потом. Да. Да. Это уже дело. Это дело. Вернемся к газону. Давай. Газон и вопрос. Закончим. Делянка однорідной територией с дерновидным покрывом, который штучно створится шляхом посев и выращивания дерноутворю вольных трав, переважно багаторичных злаков, або одернувания. Комментарь. Газон и штучно створение делянки на схилах и укосах дурикне, предназначены для рук ОТЗ и пешеходных транспортных засобов. Газон позволяет состворить гармонийный в ЭКТУКИЙСКО. Искусственно створенный, гармонийно, мистер, все правильно, это по благоустрию. А на склоны это не газон. Ну что на него смотреть, если он в бордюре, он в центре города, это благоустрию. Ну мы в этом факте пришли к какому-то согласию. Будет ситуация, подъедем. Мы вам звоним, да? Если можно, зафиксируйте. Псотографируйте, чтобы было видно. Ольга, извините, когда кто-то говорит или как-то другого, вдвоем не говорите, давайте. Смотрите, либо 10 минут кофе. Давайте. Потому что у меня очень много звонков. Давайте. Давайте кофе покурим. И мы вас просто так не отпустим. У нас еще много кофе. Очень интересно. Спасибо вам. Давай курить. И потом скажите, что не нужен общественный совет. Ну потом же пускай исполком не голосует за новый состав. Чтобы еще полгода уходить с планами. Мы звоним за новый состав. Мы по ней, мы можем... Мы по ней, мы можем...